Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Ерлов. Сегодня на одном из современных календарей 13 мая 2016 года пятница, на одном из старинных, 32-й день месяца посева и наречения, 7524 лета, седьмица. Мы начинаем тему «Ерга и свастика», которые находятся в целой серии передач, как запланировано «Ерговедение». Вот сегодня у нас вторая передача и главный соведущий Кутенков Павел Иванович. Здравия, Павел Иванович! Добрый вечер, Алексей! Добрый вечер, уважаемые судары и сударыни! Итак, вторая передача. Чем нас порадуешь в этот раз? Ну, сегодня мы будем говорить, как и сделали предуведомление, о различных вопросах Ерги и свастики. В основном мы будем касаться Ерги, это история его вопроса изучения, бытования в русской народной культуре, у восточных славян, вообще у славян. Это будем говорить о названиях, о значениях Ерги. И поговорим о различиях Ерги, ергических знаков у славян, и поговорим о коренном отличии Ерги и огненного креста или шиповного креста немецкого, нацистского креста, так скажем, чем они пользовались. Вот этот вопрос очень важный и очень интересный, поэтому мы его сегодня тоже обязательно затронем. Отлично. Ну что ж, давай тогда не будем откладывать долгий ящик и сразу начнем затрагивать все эти темы. Предоставляю тебе микрофон. Спасибо. Уважаемые судары и сударыни, Ерга – это прежде всего крест, это крест с загнутыми концами, это знак, который все время, во все времена считался священным, святым знаком для русской народной культуры, для славяно-русов, для восточных славян и у всех индоевропейцев, или, как раньше говорили, арийцев. Это святой знак. Поэтому обращение, то, что мы с вами сегодня обращаемся к этому знаку, это не случайно, потому как уже в 19 столетии, начиная со второй половины, русская наука этому знаку уделяла пристальное внимание. И, конечно, им занимались, в общем-то, так скажем, не только исследователи средней руки, но и исследователи с громкими именами, которые оставили свои труды во славу русского народа, во славу продвижения идей истины в этом мире, идей света. Ну, также и другие ученые, конечно, тоже занимались этим знаком. И вот я бы хотел сказать, что вопрос, вот этот вопрос, историографический, источниковеческий, отчасти мы будем с этих позиций рассматривать, тема беседы будет посвящена вот с этих позиций. Она освящена у нас очень слабо, скажем. Мы имеем слабое представление. Вот знаем, что вот крест с загнутыми концами, это вот ярга, это свастика, и больше, собственно говоря, мы ничего об этом не знаем. А оно имеет достаточно большую и очень серьезную историю изучения этого знака, этих знаков. И она просто познавательна, интересна. И когда мы погружаемся в этот вопрос, мы погружаемся, то мы видим, что ввиду особой значимости этого знака, особой приверженности этому знаку русского народа, ему, так скажем, вот было выделено значительное место в русской науке. И мы одним из первых работ, которые мы встречаемся, ну, по крайней мере, те, которые я знаю, это был такой ученый Сологуб, и был такой исследователь Федюшкин. Ну, быстрее всего, он живописец был. Вот эти два ученых уже тысячу во второй половине XIX века обозначили подход как не просто изучение этого знака, вот крест с загнутыми концами. Они уже тогда видели, и, очевидно, тогда было больше возможностей видеть, чем в XX веке, когда этот знак пытались спрятать. Вот, они дали целые ряды этих знаков, и очень разнообразные. Поэтому, когда мы говорим георгический знак или свастический знак, вот, то это происходит от того, что их очень много, как говорят, целые виды, целое семейство этих знаков, типы, подтипы знаков. Вот они, как их изучать? Естественно, вопрос стал перед исследователями, и они, один из подходов, это дать ряды. И вот ряды идут от простейшего знака, равноконечный крест с загнутыми концами в ту или иную сторону, и до большого количества ответвлений в различном изображении. И вот Сологуб и Федюшкин, они вот это направление открыли, изучение его. Кстати, Федюшкин вообще малоизвестен, или Федюшкин, как поставим ударение. Его работа до сих пор не издана. Это рукопись, она находится в одной из библиотек Петербурга, где он работал. Другое направление задал и исследование этого знака. Это достаточно известный человек, и сегодня известный, это Стасов, академик Стасов. Академик Стасов. Вот он в то же время, начиная со второй, с третьей, третьей, девятнадцатого столетия, он уделил этому знаку большое внимание. И у него выделилось несколько позиций, которые сегодня, так скажем, которые не только сегодня, но которые в дальнейшем получали то или иное отзывки в исследованиях ученых. И, так скажем, но первопароходцем был здесь в этом отношении Стасов, в отношении этого знака. Это что? Значит, он выдвинул идею, так как он выступал от имени Большого Содружества, его книга, где он показывает большое количество ергических знаков, она готовилась большим коллективом живописцев. И вот он описал, собственно говоря, он эту книгу, а изображение делали живописцы. И вот он написал в этой книге, что вот этот знак, вот этот знак, ну, он его обзывает там, как говорится, свастикой, вот, он у славян, у русских появился от чихонцев, от финнов. Это вот его идея была такая. Мы сейчас на ней остановимся. То есть он как бы отказал славянам в первоисточнике обладания этим знаком. Но вторую идею, которую он выдвинул, она достаточно плодотворная, и, в общем-то, она оказалась бесспорной, и сегодня она востребована. Это что ерга — это черта, это характеристика народной культуры. Вот этот вопрос очень, так скажем, ну, правильный, точный, верный, сильное его высказывание, сильное его наблюдение, сильное понимание этого знака, в котором, в котором, собственно говоря, и никто никогда, может быть, и не сомневался, и никто не пытался это каким-либо образом отвергнуть. А вот эта первая идея, так сказать, заимствования, идея заимствования, она оказалась, собственно говоря, он и сам Стасов от нее отказался. Почему? Ну, где-то лет через 20 он ее отказался. Так же, в косвенном виде, там, если внимательно читать его работы, почему он отказался? Ну, потому что в Европе все народы считались арийскими. Все народы, кроме венгров. Венгров и вот финнов и финногорских народов, собственно говоря, да, а все остальные считались арийцами. А западноевропейская наука Стасов в своей молодости был, собственно говоря, можно причислить в определенной степени к западникам. Все западники, они развивали арийскую теорию, она достаточно широко ходила, она по всем направлениям развивалась, и вот характеристикой арийской культуры это была, конечно же, ерга-свастика. Ну, ерга была. Вот. И поэтому Стасов, как говорится, попал в просаг, не в колею, не в ту колею стал начал утверждать вот такие идеи. Ну, видимо, ему подсказали, что, ну, так скажем, ты портишь всю картину научную, может быть, сам он понял, это уже об этом сейчас сложно что-либо сказать, но в дальнейшем он от нее отказался. Это очень показательно. То есть, с того момента, как только начала проявляться в науке идея развиваться ерги-пранолежде русскому народу, тоже начались атаки на нее, так скажем, как-то каким-то образом, так скажем, принизить в этом отношении. Вопросом в 19-м столетии, второй половине, ближе к 20-м столетию широкий круг исследователей интересовался и многие с большими громкими именами, ну, я имею в виду из сословий больших княжеских, боярских, так скажем, семей из академического состава, ну, в частности, вот, допустим, княгиня Шаховская издала определенный сборничек этих работ предисловия к этим рисункам, к снимкам, составил академик Федор Иванович Буслаев, это выдающийся русский академик, языковед, кстати, мой земляк, вот, мы с ним с одного уезда, и там дается определенная характеристика этого знака как наидревнейшего знака, как знака не только индоевропейского, но и находящегося в культурах других народов, у тех же японцев, Буслаев говорит, то есть границы познания бытования этого знака наука расширяет таким образом. Известная исследовательница Шабельская, тоже высокого рода, она написала несколько работ и значительное место уделила в этих работах Ергея, и она его рассматривала, этот знак, во-первых, в сложных изображениях, с другими образами иконическими русской народной культуры, древними изображениями, она его считала, что это образ, который имеет непрерывную связь с древними знаками и образами дохристианскими восточных славян, славян. То есть, вот уже у Шабельской вот эта идея древности и непрерывности была ясно прописана. Это очень, так скажем, такая вот идея, она одна из первых ее прописывает, и она затем развивается у других исследователей. Конечно, более четко эту идею обозначил граф Вобранский, о котором мы и в прошлый раз говорили. Он развивал идею происхождения ергии свастики от птиц. Но он тогда высказался в своих работах однозначно и четко, что так как он занимался и археологией, он сказал, что во все времена существования русской земли России от самой глубочайшей древности, а это несколько тысяч лет до нашей эры, если пользоваться современным исчислением, и до наших дней мы можем найти ергу на русской земле. То есть вот это было очень сильное заявление по этому вопросу, 1902 год в работе Бобринского звучит эта идея, то есть это очень уважаемый ученый, и как говорится по своему роду он очень знатный царских кровей, и вот по своим работам его уважали, и он высказывает вот эти так скажем вещи, и показывает их, потому что для того, чтобы напечатать уже как ученому, и чтобы потом быть понятым, нужно все это было обосновывать, он эти вещи обосновывает. В это же время большое количество вообще большой значительный вклад в изучение или собирание очень таких ценных вещей русской народной культуры, древней, современной, современной 19 веку, это сделала живописец Далматов, он был царским живописцем, выполнял царские заказы, у него очень много книг, кстати говоря, он и писал, кроме того, что он, как говорится, был живописец, он еще писал пером, и вот он собрал большой материал, он собрал несколько тысяч вещей, которые сегодня находятся в наших главных музеях страны, они перешли, как говорится, от него в музей попали, вот, и в том числе он собрал вещи с юргическими знаками, потому что, будучи, говорится, живописцем, будучи, образованным человеком, высоком понимании этого слова, на правильных образах, воспитанной, он это видел, и у него до сих пор есть еще восемь томов работ, которые не изданы, снимков, лежат в публичной библиотеке сегодня, вот, я ими пользовался при подготовке, так скажем, своих работ, и они очень интересны, то есть, вот, это вот самородок такой, русский самородок, который положил одну из таких мощных, сильных плит в изучении русской народной культуры, в том числе, ярги, был такой граф, профессор Сумцов, работал он в Харькове, он тоже, будучи словистом, будучи, как говорится, русистом, будучи малорусистом, вот, он, конечно же, очень у него много работ по знакам, в том числе, и вот он не мог пройти мимо этого знака, и у него есть идеи, которые так скажем, они сегодня востребованы на них, ну, они значимы просто, он вводит ряд понятий названия этого знака на украинском языке, ну, например, такое название, как рута, вот, или четвероног, то есть, рута это трехногая, четверонога это четыре ноги, четыре загиба, это очень, так скажем, значимо было, это в конце 19-го, начало 20-го столетия, вот эти работы появляются, вообще, конечно же, очень огромное количество исследователей, которые уделяли то или иное внимание этому знаку, так скажем, там, страницу, две, параграф описывали, вот, но их большое количество, всех я, конечно же, не могу назвать, но я могу назвать вот таких малорусов, как Кордуба, Квитко, Махно, ну, не тот Махно, который воевал, потом, так скажем, а исследователь Махно, Кулжинский, вот, в ихних работах, этому знаку, мы находим этот знак в ихних работах, и они уделяют ему внимание. Конечно, нельзя обойти вниманием, нашим вниманием, такого исследователя, как Ханенко, археолог, выдающийся русский археолог, который открыл великую Трипольскую культуру, о которой мы в прошлый раз говорили, и, конечно же, в его работах мы находим вот этот вот уже знак, он показывает во всей его красе, и дает определенные отношения к нему, как к знаку, как к знаку, который характеризует вот эту предемственность от глубочайшей древности, 5-3 тысячи лет до нашей эры, вот, до настоящего времени, и в этом отношении более важная работа нам, конечно же, археолога такого, его собрата, его современника, это Сизова. Сизова раскопал огромное количество курганов в Гнездово. Это самый крупный славянский дохристианский могильник, а там сейчас поселение уже начали откапывать, вот по Смоленскому она находится, рядом там, недалеко, на Днепре, и он сотни раскопал и исследовал их. Потом он ездил по музеям Западной Европы, по славянским музеям от немцев, так скажем, по лужицким древним землям, вот, и пришел к мнению, ну и он также изучал крестьянскую культуру в Смоленске, и он там написал, что вот он много очень выкопал вещей с яргами в Гнездово, и показал, у него изданы труды, огромные труды, вот, сильные труды, и он сказал, что этот знак имеет непрерывную, что смоленская культура имеет непрерывное его, так скажем, бытование, вот, от, ну там, скажем, 6-7 века до нашей эры и до 19 века, то есть, вот, уже Сизов, те идеи, которые высказывали его и современники, старшие его товарищи, он уже показывает более сильно, более мощно, и, вот, увязывает в единую такую нить, которая сегодня просто-напросто как говорится, мы за нее держимся, мы за нее держимся, мы, конечно, сегодня знаем больше, мы, у нас и материал богаче в этом отношении, но он, вот, собственно говоря, создал то, ту плиту еще положил, как говорится, на своих сотоварищей, которые сегодня крепко вот эту связь показывает глубочайшей древности и, как говорится, современность с девятнадцатого века, где это Ергау, Кристиан, да, она и до сих пор в Смоленске есть, я там ездил, работал, ведь я могу подтвердить, что это так, так скажем, вот, с точки зрения бытования, то есть, когда мы вот говорим, извините, когда мы говорим, что СИЗО что-то сделал и протянул вот эту ниточку, для меня это было очень важно, я прежде чем, как говорится, выходить на защиту этой тематики и писать работы, я попытался, вот то, что писали в девятнадцатом веке, в двадцатом столетии, что мои предшественники писали, я все прощупал своими руками и попытался пройти по всем местам, где было какие-либо указания в русской народной культуре, я просто был, как говорится, ну, поражен, не поражен, поражен это в начале был, вот потом уже перестал поражаться, что да, действительно, они имели полное право вот на такие высказывания, и вот поэтому мы сегодня об этом говорим, СИЗО, его труды, это очень, труды очень добросовестного ученого, который проделал огромнейший труд, он не только, говорится, покопал сотни курганов, не только изучил смоленскую крестьянскую родовую культуру, но он еще проехал по западным музеям, то есть затратил какие-то средства, и не исключено, что свои, или академии наук, и вот выдал такие идеи. В это же время, или, может быть, чуть раньше, сотни, сотни, опять же, курганов в Верховье Днепра раскапывало граф Уваров, такой был ученый, известный ученый, и там они, трубы эти, изданы, там очень много яргов мы находим на различных вещах из этих курганов, из этих могильников, вот, и Уваров их считал финногорскими, а сильнейший материал, ну, вот он считал, 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 и это очень хорошо было, потом этим вопросом занялся академик Спицын, известный академик, он русский, он же и советский, в советское время он, как говорится, трудился, вот, это достаточно беспристрастный человек, финноугровед, уважаемый, вот, словист, как словист тоже, можно его даже назвать, но больше он финноугровед, и в определенное время академик Спицын написал, уважаемые товарищи, у него трудов очень много, вот, они прослеживаются, он пишет, уважаемые коллеги, ну, это я уже пересказываю, вольно, да, что вот эти курганы, материал по курганам, который раскопал граф Уваров, это не мирянские, вот, а это, ну, миряне их относили к этим самым, к финнграм, вот, а это кривичи, материалы, материалы кривичи, то есть, это вот, и таким образом, академик Спицын, собственно говоря, древнейший материал, где-то с 5-6 века нашей эры, включает с юридическими знаками различными, на различных вечных областях, включает, вот, в это основание славянского наследия, это было очень сильное заключение Спицына, и, собственно говоря, это вот Спицын показал, что, когда десятилетия за десятилетиям проводились раскопки, и вдруг приходили в противоречие материалы, это вот славянские, 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 а смотрят, а вроде как граф Уваров определил это финнгры, а раскапывают Польшу материалы, раскапывают, как говорится, Сербию, то есть по всей Европе идут работы, и вдруг они все там получают смиряне, то есть какая-то была такая вот это самое, несостыковка, ну и вот в результате нескольких десятилетий работы академика Спицына он пришел к выводу, то есть показал, обосновал, что это, извините, ребята, это было ошибочно, и вот это вот, вот это истинная наука, которая, так скажем, он не пощадил авторитет Уварова, не пощадил авторитет науки, а что тут щадить, тут нужен вопрос к истине подходить, и он ее показал, и она оказалась на стороне, как говорится, славянской культуры, поэтому мы ему, так скажем, за это дело благодарны, ну в это время работают археологи ТВ-шоу, допустим, Савенков, которые раскапывают древности срубной культуры на Урале, на Сибири, и показывают богатейшие материалы, с юридическими знаками, и здесь еще можно сказать, что в это же, чуть позже, начинает заниматься раскопками выдающийся русский археолог, подполковник запаса русской армии, это городцов Василий Алексеевич, он уже гиргические знаки использует широко, он использует как устоявшиеся показатели определенных культур, и в частности он гиргические знаки показывает это как знаком, как характеристикой Мадленской эпохи, это, так скажем, лет так скажем, тысяч двадцать до нашей эры, вот Мадленская эпоха была, и вот он, так скажем, знаком ее показывает вот гиргические гиргические изображения, это, собственно говоря, большое достижение городцова, оно было подтверждено всеми последующими поколениями на широком материале, то есть вот уже в это время показывается, что методы избранные, избранные методы исследования в археологии, они, так скажем, очень, очень хороши, они достаточно независимы, и дают результаты который подтверждается последующими учеными, последующими поколениями ученых, ну, во времена городцова, это начало двадцатого столетия, ну, до запрета ерги, конечно же, во всех археологических, на тех факультетах, где изучалась археология, где готовились специалистов, историков, читались лекции по ерге, по свастике, и это было в норме, то есть готовились специалисты, которые понимали значимость не только ергии, но значимости других знаков, ибо в археологии знаки, так скажем, они всегда говорящие, они всегда, за ними всегда признают смыслы, это вот, так скажем, мы должны понимать. Ну, вот, и давайте, если вы не возражаете, чтобы дальше переходить к следующему разделу, давайте сделаем перерыв, Алексей. Ну, до перерыва еще у нас две минуты, но если у тебя есть желание немножечко отдохнуть. Чтобы не разрывать, так скажем, целостность наших, целостность беседы, потом к следующему времени перейдем. Ну что ж, тогда давай я перед музыкальной паузой минуточку буквально сейчас заму. Во-первых, мы напоминаем, что все вопросы мы принимаем из чата Народного Славянского Радио. Для этого вы набираете в любом поисковике Народное Славянское Радио, попадаете на сайт slavomir.org, ищет слово чат, нажимаете, если еще не зарегистрировано, регистрируетесь, и после этого, главное, чтобы потом логин, пароль не забыть свой, уже становитесь с полноценным пользователем. И, в общем-то, все, что нужно вам для полного счастья. Задайте вопрос, общайтесь с друзьями. А в чате, кстати, тем, кто еще не зарегистрировался, не задает вопрос, сброшено несколько фотографий. Вот здесь Владимир Владимирович Путин на коне. Там на коне уздечка очень интересная с ярговым символом, очень большим, не заметить его просто невозможно. Это было 20.08.2007 года в Туве. Дальше здесь еще фотография очень интересная. Опять же, Владимир Владимирович Путин и Конюхов. У Конюхова интересный халат, где тоже ярговые... Вот я сказал, в Туве, вот, Алексей, я дополню, в Туве вот этот знак, это чисто скифосарматский знак на уздечке. Это вот сармат использовали, то есть это наши прямые предки, они использовали. Ну и в русской народной культуре он тоже присутствует, этот знак, такой трехногий. Нет, здесь именно полноценный, четырех. Я имею в виду на уздечке, на уздечке, на уздечке, вот если на уздечке. Нет, вот именно то, что там сейчас было представлено, там четыре ножки, все загнутые, да, и посерединке еще такой крестик, который соединяет их. Очень интересный такой знак. Я, как говорится, это самое, ну, скругленные они такие, я знаю, это рисунок. Вот, значит, это можете посмотреть. Также представлена фотография из фильма Поддубный, где он ходит в халате с символами. С знаками, да, с ергическими знаками, полностью. Да, с символами. И, мало того, еще уникальная фотография Поддубного, Поддубного, не из фильма, а Поддубного, где он как раз в таком халате. То есть, фильм, это, конечно, реконструкция этого халата. А в халате, да, я вот имею в виду в халате, да, он в халате с ергическими знаками, с яргами. То есть, это вот впечатляет. Так же, как и Толстой Гелем Николаевич в своей Ясной Поляне лежал, и сейчас эта кровать его заправлена одеялом с ергическими знаками, которое связала его жена. Вот это одеяло связала его жена, и там две полосы такие идут, красные, по-моему, желтые, что-то в эллисине. Это тоже вот впечатляет, что мы видим, что достаточно высокий уровень людей, которые считали этот знак необходимым в быту. Ну, хорошо, прерываемся на музыкальную паузу, дальше после нее продолжим разбирать заявленную тему. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 13 мая 2016 года пятница, по одному из старинок 32-й день месяца посева и наречения 7524-го лета седьмица. Яргая свастика, ярговедняя, передача вторая. Кутенков Павел Иванович, главный соведущий. Была водная часть. Вот еще хочу дополнить от себя. Как-то у нас был разговор, не один уже разговор в чатах с разными людьми, но запомнился вот с одним человеком, которого зовут Павел. Он живет не в России, живет за океаном. И он всех, кто про свастика что-то говорит, он конкретно называет «Вы фашисты, вы нацисты, вы сволочи-негодяи. Вы не любите своих предков, вы не уважаете погибших на войне. Этот символ войны нацистов вы пропагандируете, вас надо к стенке ставить» и так далее. И, как выясняется, он как раз относится частично к тем родам, которые ярги в своих народах не используют. Вот так вот мягко я об этом говорю, чтобы никого не обидеть. И много раз упоминал о том, что вот за рубежом как раз в этих странах очень сильно заботятся о России, очень сильно заботятся о русских, ну и так далее. Там очень было интересные разговоры с ним. И вот когда я стал показывать, что вот костюмки, вот тебе вот это, вот тебе вот это, вот тебе вот это, 20 тысяч, 30 тысяч лет, вот тебе фильмы, вот тебе фотографии, царь-амператор на машине со свастичным символом, вот тебе поддубный, вот тебе фотографии реально поддубного тех времен, вот тебе фотографии из фильма поддубный. Кстати, он об этом фильме очень говорил. Такой замечательный фильм, такой замечательный фильм, такой прям, прям такой патриотизм. Я говорю, ну вот смотри патриотизм, вот ты что же, ты что же-то, нацизм что ли рекламируешь? Вот, в конечном итоге он послал всех на три веселых буквы, не в душ, не думайте. Вот, он послал всех, сказал, что все равно все сволочи-негодяи, вымерзавцы и так далее. Развернулся, из чата вышел, хлопнул дверью. Вот такие бывают интересные разговоры с очень интересными людьми. Пожалуйста, продолжай. Ну, давайте закончим вот начатой тобой, что ты говоришь, вот такие люди, они говорят, нужно здесь понимать сознание человека. Есть люди, которые воспитаны в этом отношении и очень, так скажем, их сложно переубедить, они не поддаются, потому что очень сильно вбили какие-то вещи и они не хотят творчески подойти к этому вопросу, понять, осмыслить, где их обманули и как обманули. То есть, вот, не хотят признать за собой, что они обмануты. Вот такие люди есть и это надо понимать, тем более, если человек в возрасте, который прошел советской школы воспитания коммунистическую, свернуть, это, я скажу по себе, да, это очень сложный вопрос. Это нужно не один год, когда ты сам лично занимаешься. То есть, я тогда лично переосмысливал понимание, ярги, когда я эти вещи стал вытаскивать из сундуков своей бабушки, своих соседей, где я вырос, где я знал, я знал, что вот это вот, собственно говоря, ну, я вырос, где в Панёвах ходили, в Рубахах ходили, как говорится, в 60-70-е годы еще все это ходили. Вот, то есть, я знаю, что это подлинники, меня в этом убежать не надо, но когда я увидел на этих подлинниках, на всей одежде ярги, тогда у меня, собственно говоря, сомнения исчезли, что меня кто-то обманывает, что там меня Грацов водит за нос, или Рыбаков, или Сизов, или Граф Бобринский, или еще кто-то, тогда стоят другие вопросы, которых мы коснемся, как говорится, в последующем, сегодня, в чем различие знака нацистского и в чем отличие его от нашего славянского. И вот, я еще один хотел вопрос сказать, который, может быть, упустил раньше, что, когда вот этот вопрос, потому что, мы говорим, что вот Стасов уже начал вот эту речь вести, потому что задача Запада, это состоит в том, чтобы не дать славянам опоры в древности, духовных опор, древних опор, так скажем, и идет это по всем направлениям, в том числе вот по этому знаку. И как только этот знак появился, появилось знание, что он повсеместно в 19 столетии, а тогда, как говорится, каждая крестьянка носила, и усеяна была этим знаком с ног до головы, то перед темными силами стал вопрос, ну, надо как-то это дело убрать его из этой культуры, как-то нужно разъяснить, что это не так. И вот Стасов нам уже начало объяснять, что это, мол, уфиногров, вот, великий русский народ, вообще славяне все, все это заимствовали вот уфинов. То есть, ну, бред, собственно говоря, с нашли позиции, это бред, конечно. Вот, ну, как, огромные наряды, огромные народы, и вдруг все заимствовали уфинов. Ну, и не время, и, так скажем, возможности науки просто-напросто это не позволит. Да, и западная наука, признавая славян, так скажем, индоевропейцами, она входила в это противоречие, поэтому стали сказать другие пути. Но в то время уже, допустим, такой известный ученый, как Волхов, он Стасову прямо возразил, что этого не может быть. И он в своих работах показал уже тогда на рубеже в конце 19-го столетия, а потом в 20-м столетии он показывал связь узорочия восточных славян с другими индоевропейскими народами, с другими арийцами. Вот эти идеи они потом приобретали и обрастали большими доказательствами, и атаки в этом отношении продолжались, и они продолжаются сегодня. И вот мощной атакой на нашу культуру это было, конечно же, мракобесное время, мракобесие марксизма-линизма, которое отрицает, собственно говоря, Бога, отрицает душу человека, переводит человека на уровень скота, так скажем, животного, ну, у нас часто мы можем слышать, что человек тоже самый животный, да, и как бы, так скажем, всех людей вот опускает до этого уровня, подсознательно, и даже не думая, это происходит. Вот, когда коммунисты пришли, мы уже в прошлый раз говорили, что и вдруг появляется ни с того, ни с сего в ноябре 1922 года, небольшая заметка Луначарского, где он запрещает использование ярги в шествиях праздничных, потому что все праздничные шествия, посвященные, так скажем, годовщинах октябрьского переворота, они шли с яргами, издавались книги, где на обложках были ярги, были печати, были там деньги, первые советские, все с яргами, и вот Луначарский, как говорится, своей властью, властью поставленного темными силами на искоренение светлой культуры, он запретил ее просто-напросто, и вот с этого времени очень интересное происходит событие, что, ну, как так вот, даже, как говорится, скажи, что сейчас вот у нас в Петербурге солнце светит, скажи, что здесь ночь, ну, как же ночь, если солнце светит, ну, говорят, у нас там эти самые белые ночи, говорят, вот такое выражение, так сказать, ну, сейчас вот действительно еще солнце светит, вот, поэтому стали, как говорится, искать способы, методы, и в том числе вот этот вот прямой запрет, прямой запрет, это, ну, сделать ничего, не можем, запретим, изымим, сожгем, уничтожим, закопаем, расстреляем, кто не поддается этому, и вот 20-е годы, они интересны тем, советского времени, что наука, все же в это время, особенно словистика, выйдя из-под пута православного христианства, а, как мы знаем, до 17-го года цензура, она была, в основном, это была православно-христианская цензура, и, в общем-то, многим направлениям не давала развиваться, и вот здесь вот, когда была, как бы, снята цензура, и еще советская власть не так сильно окрепла, чтобы ставить сильную цензуру, вот, по всем направлениям, в особенности по науке, и здесь вот, появляется очень много интересных работ, которые связаны напрямую со сварстикой, вот работа Куртина, Бориса Александровича, его известная книга, вышедшая в 26-м году, которая ближе к 30-м была запрещена, вот, а сам он сослан. Это работа профессора Клетнова из Смоленска, которая исследовала вот этот вот гиргические знаки, другие знаки на Смоленщине, очень интересная ее работа. Это работа Воронова, певца русского народного искусства, где он показывает вот этот знак древнейший, вот этот гиргический знак, вообще во всей его красе показывает его древнейшим. Это работа Теплоухова, которая открывает, Теплоухов, это следователь, петербургский следователь, который открывает андроновскую великую культуру, вот эту арийскую, о которой мы сегодня сейчас много знаем очень. Это он первооткрыватель, и который, в общем-то, в связи с делом словистом погиб, скажем так, каким образом, мы сейчас не будем останавливаться, его работа очень интересна в этом отношении. То есть, вот, двадцатые годы очень много выходит работ, а потом они, и в том числе работы Городцова, о котором мы уже говорили, он в это время трудится, а потом эти работы идут на убыль, и после тридцатого года, собственно говоря, на широкий круг сведения о Ерге уже не выходят. Они только появляются в узком, в узконаправленных, в узконаправленных работах, особых. Да, об этом там речь идет, и пишутся работы все советское время, мы встречаем работы того же Даркевича, того же Городцова, того же Соломоника, Амброза, Воронова, вот, он до сороковых годов писал, то есть и много-много-много, где показывается вот эта Ерга, особенно для нас цена работа, допустим, Рынзиной, которая раскопала ювелирную мастерскую 13-15 веков в Новгороде, в Великом Новгороде, и эта мастерская там была, она нашла свыше 10 перстней, все были с Ергами, и в разных состояниях, кто-то уже загнутый, ну, то есть, вот заготовки были, да, так что, это уже все готовые, это только заготовка в таком состоянии, это заготовка в таком состоянии, и Рынзина настолько понимала важность вот этого знака, что она провела химические исследования содержания металла, то есть, содержание оксиуглерода, сколько того металла, сколько это, сплавы какие, какие их соотношения, и эта большая статья есть в советской археологии, если мы посмотрим в моих книгах, я на нее опираюсь, вот, она показала, что эта мастерская, это там выплавляли, и те металлы, которые выплавлялись в этой мастерской, их в Западной Европе нету, то есть, она отсекла домыслы, возможное появление домыслов, что это завезли, это завезли оттуда, это завезли от арабов, это завезли из скандинавов, и так далее, и так далее, то есть, вот она провела обширное такое исследование, и показало, доказало, что вообще перстней у нас очень много в археологии находят, то есть, мы можем теперь базироваться и внятно говорить, что это перстни, которые создавались на Руси, то есть, это сконный знак Руси, исходя вот из этих, так скажем, показаний этого исследователя, но запрет Луначарского действовал, запрет действовал, и, конечно, прямую его, как говорится, пытались не нарушать, а где-то, и кто-то, видимо, шел на поводу у этого запрета, и появляется статья, например, как моя своя статья в 1966 году появляется, где она рассматривает шитье, так она называется, шитье пелены представца царица, который приписывает исполнение Ксении Гудунова, дочери царя Бориса Гудунова, Ксении Гудунова, которую она выполнена в девичестве, и это шитье находится в Сергиево-Пасадском музее, в Сергиево-Пасадском историко-археологическом музее, вот она, большущая статья, это Пушкинский дом, это Лихачев в то время там руководителем был, известный академик, и она ее описывает, прекрасное описание, я скажу, описание прекрасное, сочное такое, красивейшее, позволяет проникнуть внутрь этого, в этой картины, вот, и все хорошо, и вдруг я прочитал эту статью, не знаю, почему я ее прочитал, но она мне понравилась, приезжаю в этот музей, я в Сергиево-Пасаде часто бываю, захожу в этот музей, эта пелена висит на выставке, и когда я посмотрел, я просто там, как говорится, и присел, вдоль стеночки сполз, она вся пелена в ергах, то есть, я присел не того, что пелена в ергах, а того, что в статье моя своей, написанной под руководством академика Лихачева, Дмитрия, это он Сергеевич у нас там, да, Илья Александрович, вот, ну, академик Лихачева, да, и там нет ни слова, а мы знаем еще, что академик Стасов сказал, что каждая черточка, и Харузина, это подтвердила профессор известный, и другие поколения, и вся советская археология, и вся мировая археология стоит, что каждая черточка, каждый значочек, каждый крючочек, в знаках каких-либо, всегда имеет смыслы свои, а тут все поле ярго, и про это Маясова ни слова, то есть, вот видите, какие подходы были в советское время, конечно, это вот она обошла ее, это что я не показала, она ее сокрыла, возможно, было давление, возможно, что-то еще, если мы даже посмотрим снимки в этой книге, где статья Маясова издана, вот, там очень много снимков, и все высокого качества, а вот это шитье размазано, то есть, эти крючочки, эти ярги, вы там не увидите, правда, в последующее время Сергий Вопасадский музей издал ее, издал очень хорошо, вы можете открыть в моей книге, я написал про это, вот, и увидеть, и убедиться, сравнить, что вот этот запрет действовал, ну, кто-то мог его обходить, а кто-то и не мог обходить, но в это время продолжается, опять же, борьба за этот знак славянский, он или не славянский, здесь уже из этой представции рицаршей, хотя мы видим, что это Борис Годунов уже то и великокняжеский род, это царский род, и там, пожалуйста, это знак представлен, мы также знаем, что Ерга это в роду и тех же Романовых, он использовался как родовой знак на их печати, только кругового вида, и вообще у бояр он широко распространен, этот знак, вот, но борьба за него продолжалась, и это можно проследить по работам Чернецова, был такой советский археолог, он много писал, и он пытался обосновать, что Ерга принадлежит финно-уграм, что это исконный их знак, но это идея поддержки в Академии наук, среди университетской науки не нашла, и многие исследователи четко возражали Чернецову, нет, этот знак арийский, этот знак славянский, этот знак славяно-русский, вот, когда я говорю славяно-русский, это значит восточные славяне, вот, то есть вот совет, это статьи 60-х, 70-х годов, чернецовские статьи, у него много работ, и он вот эти идеи там проводил, и ему тут же возражали, но возражали не просто так, как Луначарский, я запрещу, я закопаю, тебя расстреляю, раз ты не признаешь мою, как говорится, правоту, я прав, потому что у меня нога на кожанке, вот, обоснованно давали, вводили большой материал, показывали и говорили, нет, это не финногорский знак, но по этому вопросу, так скажем, существуют различные точки зрения, мы сейчас на них останавливаться не будем, это не тема нашего разговора, но я хочу сказать, что шла за этот знак борьба о принадлежности тем или иным древнейшим культурам человечества и проявленности в культурах современных народов, то есть, когда мы говорим о знаках, вот сейчас мы хотим проводить конференцию знаки и знаковые системы народной культуры, то вопрос, вот это, скажем, определение археологических культур и с отнесения их с современными культурами, это очень важный вопрос, методиков, методики есть, методиков много, но они достаточно бывают несовершенны, и вот как в отношении энергии ведутся яростные споры, поэтому это направление необходимо нам развивать, я имею ввиду исследователям. Конечно, запрет изучения энергии в последние десятилетия советского времени значительно ослаб, и у нас появляется большое количество работ, где даются эти знаки в народной культуре, в археологии, ну, я назову работы, допустим, Шенгеной из Абелосевны, профессора с Петербургой, Жигулева Летина Михайловна, ученой, знаменитый, известный ученый из Сергиева Посада, Дурасова, Геннадия Петровича, сам он родом с Каргополия, с русского севера, московского, ученого, исследователя, журналиста, писателя, где мы про него еще будем говорить, Жарникова Светлана Васильевна, которая внятно показала в советское время связь на основе ергических, на основе показала связь Ерги и свастики, у нее есть знаменитые работы, по этому вопросу, диссертация была посвящена этому вопросу, вот тоже, как пример, Светлана Васильевна, как говорится, жизненный подвиг она совершила, она защитила диссертацию, смогла защитить и показать вот эти идеи, и она их провела, и это уже 80-е годы, публикует статью по своей диссертации в материалах международной конференции, показывает там эти свастические юридические знаки, они там проходят, этот же материал на русском языке издаются в Москве, эти знаки изымаются, вот вы можете пойти в библиотеки, в большие, возьмите вот в моей книге, в нашей книге мы с Андреем Иначеем Резунковым сдали, книгу учебное пособие, научно-методическое пособие, Ерга, крест и свастика, народные искренние науки, я там этот вопрос, я сам с ней, она мне это рассказывала, а потом то, что она рассказала хорошо, я пошел в библиотеки, взял эти сборники, да, и просто напросто сравнил картинки, поизымали все яркие, вот вам, так скажем, прямой запрет Луначарского, как он действовал, хочешь вери, хочешь нет, как говорят, что это, запрет он тоже в газетах опубликован, вот его действия, прошло, говорится, после его запрета уже 60 с лишним лет, а он продолжал действовать, то есть, по сути, мы можем сказать, что широкий крох русскоязычных исследователей не допускались к изучению этого знака, для науки это погибельное дело, когда ученым запрещают проводить исследования на достоверных материалах, это печально просто-напросто, очень много работ, очень много исследователей, 80-е, потом 90-е годы пошли, раскрывается, собственно говоря, цензура сильно ослабевает, она не ушла, она и сегодня действует, цензура, но она сильно ослабела, позиции по отношению к этому знаку изменились, и мы видим, что в 90-х годах, на рубеже 2000-х годов выходит знаменитая книга Романа Владимировича Богдасарова «Свастика священный символ», которая выдержала несколько изданий, большими, как говорится, большим числом книг разошлась, и она очень повлияла сильно уже на широкий круг и простых, так скажем, людей, которые не занимаются исследованием этого знака, и исследователей. Я помню, когда эти книги просто, как говорится, разбирались, в один миг сотнями расходились. Это было на моих глазах, я был этому свидетелю, был этому свидетелю. Появляются в это время же статьи, допустим, Беднарчика из Архангельской области пишет специальные статьи в различных изданиях. Много вообще появляется статей, достаточно много относительно того, что по отношению к советскому времени, и вводится вообще во многих книгах статьи, которые касаются тех или иных сторон русской народной культуры, избы, одежды, сряды, украшения, и везде мы видим проявление этого знака в различных начертаниях изображениях. Павел Иванович, ну, проявляемся на музыкальную паузу? Да, я уже не прошу, давайте. Давай, давай, чтобы отдохнуть немножко тебе самому, а то говоришь, говоришь. Итак, музыкальная пауза не очень длинная, наслаждайтесь музыкой, а дальше продолжим разбирать интересную и важную тему. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 13 мая 2016 года до пятницы по дому из старинных 32-й день месяца посева и наречения 7524-го лета Седмица. Ярга и свастика Ярговедение вторая передача. Павел Иванович Кутиньков главный своеведущий и я предлагаю продолжить общение, продолжить рассказ и помнить, что потихонечку вопросы к нам идут. Это я Павел Ивановичу напомнил, а также нашим радиослушателям напоминаю, что вопросом принимаем из чата Народного Славянского Радио. Продолжай, пожалуйста. Итак, уважаемые судари-сударыни, мы остановились на том, что исследование ергических и сфальстических знаков в постсоветское время оно расширилось. И вот мы говорили о книге Багдасарова, о работах Багдасарова, о Беднарчиках, о других. И вот можно сказать здесь о работах Сурова, Царствия Небесная, которые своими работами очень много сделал. Вообще богатейшие материалы собрал, которые сегодня разошлись по многим музеям, в том числе попали в Российский этнографический музей. И там просто богатейший материал по русскому северному и средневеликорусам аэргетических знаков. Это низкие поклоны за его великий труд собирательский в этом вопросе. И то, что он не просто собрал, он издал книги, он довел их до людей, они его в свое время, еще в советское время, он был поражен. Как это так? Знак везде находится, на русском севере, но он жил там. И об нем нельзя говорить. Как говорится, заговоришь, на сладки отправят, на колыму тебя отправят, посадят в тюрьму. То есть вот это его задевало. Но просто он не знал про это время, вообще никто не знал, что существовал запрет. Я думаю, существовали об этом, сейчас идут разговоры, существовали какие-то секретные постановления Центрального Комитета Партии, поэтому вопросы, иначе вы просто так Луначарский не размахивал, как говорится, жопелом нагана, наркома в те кровавые годы, чтобы запретить этот знак. И запрет, как мы видим, он действовал до этого времени. Также следует сказать о книге большая, толстая такая книга, красивая, хорошо изданная. Это Торунина, журналиста из Вологды, который написал вот эту хорошую книгу, название вы ее посмотрите, мне название это не нравится, поэтому я не буду ее озвучивать, но в этой книге один раздел посвящен полностью четвертая глава, четвертая глава посвящена русской ерге. Так же, как и у Богдасарова одна из глав посвящена русской ерге. То есть издан еще ряд книг, так скажем, иностранных сочинителей прошлых времен, которые тоже посвящены ерге и свастике. Надо все же, так скажем, отдать должное, что в 20-м столетии на Западе вышло значительно больше работ, посвященных свастике, чем в Советском Союзе. И здесь еще нужно заметить, что именно во второй половине 19-го столетия, когда стало насаждаться и слово свастика в науке, оно насаждалось и заменяло все другие названия, то был такой профессор Макс Мюллер, он резко выступил против этого, столб, арея ведения, столб, который занимался ведами индийскими, очень хорошо знал ведическую культуру, и он выступал категорически против санскритского названия, как общепринятого внешнего, потому что он сказал, это закрывает смыслы этого знака в других культурах, он четко определил с чем мы сегодня встречаемся и о чем я с ним полностью согласен и вообще русская научная школа в то время с ним полностью была согласна, но отдельные товарищи как Стасов, они стали насажать нам слово свастика и закрыли наше название, но мы об этом сейчас чуть ниже коснемся, и вот в 2000-е годы выходит моя книга, это Ерга свастика знак русской народной культуры уже издана в университете, выходит научно-методическое пособие совместное с Ерженковым мы написали Герга крест и свастика народной искренней науки это небольшое пособие научно-методическое для экспертов в области ергических знаков, мы специально написали, чтобы люди, которые пишут экспертизы, они какие-то вещи просто имели в виду и знали об них, иначе так скажем по своему неведению вот, а может быть и некоторые конечно целенаправленные но те, которые хотят познать истину приблизиться к научной истине ну, нужно эти вещи просто знать хотя бы нужно знать десятка три-четыре имен как говорится русской советской школы которые занимались этим знаком и высказывали обоснованные знаки это крупнейшие ученые современности вот об этом наша книга Ерга крест и в прошлом году вышла моя книга достаточно большая семьсот сорок страниц вся она цветная называется Ерга крест знак Святой Руси Ерга и свастика здесь я даю новые подходы исследования этого знака потому что мы привыкли ну вот левое вот правое вот так скажем различные ответвления а каких-то общих подходов в этом вопросе у нас наука все же не выработала вот в силу того что так скажем существовал запрет а потом его усилили ввиду вот нацизма которые совершили как говорится людоедские деяния в области человечества в Европе уничтожение белых народов Европы поэтому это все конечно усиливало но так скажем надо отделять муть от чистой воды и вот я исследуя этот знак я уже в прошлой беседе мы говорили что скажем если по начертаниям но у нас около двухсот только по русскому северу северно-великорусу северно-великорусом 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 и с средним-великорусом у нас существует свыше двухсот названий вот в первой книге я там начитал сто с лишним я думал ну наверное я процентов на восемьдесят выбрал эти начертания а когда я еще поработал десяток лет в этом направлении то собственно говоря я сейчас уже опасаюсь давать какие-либо так сказать предположения сколько найдя около двухсот различных начертаний этого знака сколько еще я так сказать не увидел вот потому что как открываешь сундук какого-нибудь музея или приезжаешь в какое-нибудь село так видишь настолько своеобразные самобытные изображения что просто-напросто уже воспринимаешь это как данность как данность великую данность творческого наследия творческого творческих возможностей славяно-русов русского народа поэтому я уже здесь не удивляюсь ну нашел 200 наверное еще 200 кто-нибудь найдет если будет заниматься надо еще южными великорусами заниматься там посмотреть там тоже огромное количество существует и вот все это дало повод так скажем или открыло возможность изучать не только изображение как единичный знак с различными ответвлениями но знак который построен по определенным законам поэтому мы уже говорили в прошлый раз коротко но знак выделяется в народной культуре они четко говорят четырехногие тоже вот Сумцов еще уже в 19-м столетии написал четыре ног четырех ног на Украине называли малорусы это только одно из названий вот а у нас говорят четырех ног восьминогие или восьмикрюшные восемь крючков да это вот собственно говоря образцовая ерга или классическая ерга вот она четырехкрюшная потом восемь крючков идет шестнадцать крюшная тридцать двухкрюшная шесть четырехкрюшная вот они такие рисуются да так скажем уже есть определенная закономерность но есть закономерность это единичный знак вот так разрастается но есть закономерность в построении этого знака в виде звенья допустим двухзвенка идет большой маленький или простой обычный так скажем образцовый знак и там восьмикрюшный есть трехзвенчатые да и в этом за этим смыслы кроются свои уже смыслы то есть мы идем к более глубоким смыслам или к более целенаправленному содержанию выражения где находится этот знак кроме звеньев мною вывольно что ярги составляют еще узлы это более сложное изображение чем звено более сложное надо вот посмотреть мою книгу я там показываю где и как в каких культурах они эти узлы существуют там свои смыслы есть потом следующее так скажем изображение этих знаков это картины существует целые яргические картины простые сложные и сверхсложные и за ними кроются большие смыслы раскрываются за этими картинами ну вот когда мы говорим о таком подходе и этот подход он родился не сам по себе а из народной культуры мною была открыта Вяземская Вяземский гиргический календарь жизни бабы-роженицы что это означает это означает что в древнейшей расплошной паневе узорочие распределено определенным образом ну на основе яргов вот там яргой называют собственно крест вот ну четырехкрюшный восьмикрюшный яргой и полоса из таких знаков тоже называется яргой и вот календарь включает порядка тридцати панев они различного цвета и вот с ряда в них где вот эта яргическая картина картина разворачивается как и всякие картины русского зароча от середины есть главная ярга потом идет слева и справа и вот наибольшее количество яргов это одиннадцать а затем девять семь пять яргов три и одна ярга то есть каждый раз число нечетное но уменьшение идет на две или увеличение на две и вот календарь работает таким образом там значит есть вот красные паневы об одиннадцати девяти семи пяти трех одной ярги потом есть синие паневы пять три одноярги и есть черные панева об одной ярге но особенность панева в том что они двухслойные это древнейшая тканья то есть это вообще усиливает вот этот календарь сам по себе это новый календарь такие календари нигде больше неизвестны это только наши бабы богини такие календари создали может быть они где-то были еще но наука об них не знает то есть вот и на основе ярги все состояния все состояния эти календари отмечали то есть девка вступала взрослая жизнь становилась баба надевали паневу возраст как говорится уменьшался количество яргого уменьшалось становилось 40 лет переходила на синие паневы было 80 лет переходила на черные паневы 80-90 на черной на черной паневой была одна ярга белая дорога они говорят ну это дорога на тот свет так они мне старухи это говорили вот то есть вот вот эта картина это сверхсложная картина которая связана полностью с мировоззрением которая выражает все состояния человека печальные печальные насветные состояния все вдовы роженица роженица снимала паневу после рода она ее просто не носила потому что паневы это творящие как говорится творящие духовное творит начало или творит как говорится человека панёва. Вот она её просто снимала, потому что она находилась в переходном например состоянии. И когда старухи подходили к смерти, они тоже снимали эти панёвы. На смертной модре уже лежали без панёв. То есть вот про этот календарь нужно рассказывать отдельно. Мы, может быть, и посвятим ему тему отдельную. Но вдруг выявляется вот такая знаковая вязь, знаковая система. Благо была бы она одна. Сказали, о, да это редкость. Но это открытие моё, говорят, двухтысячных годов. А ещё ранее, ранее Дурасов Геннадий Петрович, это мы о нём уже говорили, он открыл Каргопольские месяцы слова, которым посвящено значительное количество академических статей пытались понять. Там, значит, вышивка, очень сложная вышивка, где в середине вышивки солнце находилось, герга вот эта находилась, по краям тоже ярги. И они на полотенцах были, они были на сарафанах, видимо, на каких-то иных вещах. Сейчас в интернете и в работах современных учёных они часто показываются. То есть вот ещё одна знаковая система, ещё одна знаковая сверхсложная картина, где герга является, как говорится, основополагающим знаком. И с помощью её разворачивается многие смыслы бытия человека, показываются смыслы бытия человека. Затем есть работа московского исследователя Алексеева, где он показал календарь в скотертях тоже на русском севере. Там тоже ярги присутствуют. То есть мы плохо знаем свою культуру. Но вот уже несколько таких ергических вязей показывают, что герга это очень сложнейшее, на ней выстраивались очень сложнейшие знаковые вязи мировоззренческого характера и то, что мы не видим у других народов. То есть вот в этом отношении мы уже переходим к тем вопросам, когда говорим, чем отличаются допустим северные великорусские, от средневеликорусских, от западных, южных славян. То есть вот здесь их надо искать. Здесь их надо искать вот эти вещи. Если там будут открыты, они там собственно говоря предпосылки есть к тому, что они там существуют, тогда надо идти к другим народам и смотреть, есть ли у них это. Таким образом мы найдем отличия и различия. Конечно же большие возможности в изучении знака лежат через его название. И мы привыкли вот типа свастика или ерга сейчас. А в действительности названий очень много. И вот я вам сочетаю просто несколько названий. Ну наберитесь терпения. Десятка, два, три, четыре. Прочитаю. Какие есть у восточных славян названия. Немножко. Бесконечник, крючья, козелки, конь-огонь, коневные голяшки, крест, завивастый крест, гуськи, заяц, чертогон, огнево, огневец, солнце, солнце, жгун, ярко, космата-ярко, космач, пылань, рыжик, враток, вращенец, вращенка, вращун, вьюха, крюк, крутяк, мельник, косарь, косовик, ключ, это белорусское название, костыль рязанская, костыль восьмирожковый, крутороги, ветрячок, пивники, ветрячки, змея, косицы, ворон, сороки, павучки, двойной бесконечник, бараньи роги, вузи, юрки, крутороги, крывульки, четверенок, рута, баранчик, бесага двойная, двойная сага, с бараньими рогами, листочки, бараний рог, мельница, утиные шейки, утиные шейки с грабельками, бесконечный узел, двойной бесконечник, цыганская дорога, ковыль, кривонога, большой вьюн, малый вьюн, мотовила, рыжик, четверенок, ерга, ну и много-много других названий, которые сегодня, вот, подбирается, ряд из них, мною лично выявлены, десятки других, с 19-го столетия уже прописывались, просто мы об этих вещах не знаем, а в каждом имени есть, своеобразие смыслов, зачастую не только просто, он там на барана похож, от бараний рог, или ветрячок, вот, так скажем, или утиный шейка, то есть за этим смыслы кроется этого знака, изображения, и здесь, исследуя названия, мы так все равно понимаем, что несет этот знак, этот знак, у славян, это прежде всего, знак добра, света, знак отвращения несчастья, знак благопожелания, знак обращения к Богу, знак взаимодействия со своим родом, знак взаимодействия со своими предками, предками, находящимися на том цвете, на том свете, то есть, вот за этими названиями скрываются, вот эти смыслы, иногда, конечно, как и внешне, они просто, как говорится, по похожести давали, но иногда по похожести смыслов давали, и вот здесь надо тоже проводить исследования, чтобы понять, что же мы имеем в этом отношении, но ввиду, я говорю, опять же, запрета Луначарского, этого наркома, с пулеметом в голове, конечно, это запрет, воспитано поколение исследователей, для которых, как вот этот Павел, о котором Алексей это говорил, который неприемлемый этот знак, но потом, если этот знак неприемлемый, это просто темные силы, они его просто ненавидят, вот коммунисты, как представители мракобесия, темных сил, которые просто, как говорят, дорвались до власти в 20-м столетии, крушили светлые рода Европы, конечно, для них этот знак был бельмо, в глазу, так скажем, вот, они его уничтожали всеми силами, это надо понимать, потому что это знак верховных богов, всех, которые у нас существуют в мире, и мы в прошлый раз об этом говорили. И вот... Павел Иванович, может быть, потому и окрысились так, что, когда идет разговор о какой-то нашей древности, где тем более наши высшие порядки и высшие силы присутствуют, ну, кого-то это очень сильно злит, кому-то не нравится, что наши люди начинают уважать не только ближайшую историю, а еще и старинную историю, и древнюю историю, и вообще наша древность, наверное, боятся чего-то те, кто так вот себя ведут. Ну да, да, в этом и заключается основной смысл, чтобы не дать русскому народу, восточным славянам, опоры в древности, глубоких опор, потому что вся наша академическая наука, даже советская, она обосновала, доказала, тот же Олег Николаевич Трубачев, языковед, великий языковед, тот же Рыбаков, который, ну, просто доказали, что славяне, славяне, как говорят у славян, в середине первого тысячелетия до нашей эры существовали государства, существовали государства, а нам говорят, нет у вас государства с тысячи, не с тысячи, а с 862 года только появился, и принесли вам типа какие-то там необразованные, какие-то там эти самые, скандинавы, у которых даже городов-то не было в это время, ну, всем известно, у них не было городов, а Россия была покрыта городами, то есть вот, собственно говоря, очевидные пытаются представить все наоборот, значит, спустился мужик, как говорится, в лапцях с горы начал учить этих самых, те, которые живут в высоких светлых теремах, вот он им государство начал устраивать, ну, вот несут вот этот вот бред, да, так скажем, ну, потому что вот он, этот бред, он настолько бесил, так скажем, Ломоносова, что, как говорится, в драку вступал с академиками немецкими, Ломал он носы, в прямом смысле этого слова. Да, да, в прямом смысле, он вступал в драку, на кулаках даже, он так спорил, а потом, когда, как говорится, за грудки хватали, даже в фильмах, и это вот, в книгах описано, его за это сажали в тюрьму, вот, и потом, или он, хотели его полностью выгнать из науки, говорят, уничтожить, или сказали, или ты принеси извинения академикам немецким, вот, то есть, но там даже не просто выгнать, его хотели даже выгнать это слишком мягко, там разговор шел о казни, так что там все серьезно очень было. Ну, если выгоняет его из этого, все, ты становишься, говорится, крестьянином, а там уже, что крестьянин, да он вышел за ворота, страшен, к тебе арестовал, как говорится, пришип, и ни сюда, ни следствие, говорится, ты бездомный, вот, ты сволочьим билетом, в то время он, ну, все, ты никакого не рода, ничего не дали, а все, ты не под защитой своего рода, все уже, а он же был, все же, как говорится, посвященный в этом отношении, поэтому, я говорю, судьба, судьба и деятельность, вот, великого русского ученого, Михаила Васильевича Ломоносова, она показывает, что вот, истоки, когда мы касаемся древнейших истоков, то темным силам это очень и очень не нравится, они это дело выбивают, и вот, я бы хотел затронуть один из последних вопросов нашей беседы, так скажем, это отличие все же, сегодня много вопросов встает, вот нацизм, вот нацистское, вот нацистское, да, нацисты используют этот знак, во всех государственных, как говорится, знаках, и у нацистской партии, и у Бундестаги в ихнем, и в армии, собственно говоря, на всех знаменах всех их, как говорится, верховных учреждений, этот знак был. Вот мы сейчас остановимся, потому что музыкальная пауза подходит, и скажем, что попала под раздачу не только свастичная символика или ярговая символика, наша солнечная символика, символика знаки наших древних, знаки наших древних богов, наши древние знаки, но попали под раздачу еще и слова, которые вроде бы похожи, но в то же время имеют разную суть. Например, нацизм и национализм. Вот нацизм, это надо определиться, это тогда, когда кто-то за счет другой нации пытается сделать свое благосостояние, угнетает, делает с ними, что хочет, как с животными поступает, использует как с животных. Вот это нацизм. А национализм, если почитать высказывания, которые еще были дореволюционные, причем высказывания очень высокого уровня, начиная от писателей, философов и заканчивая царями и императорами, то там совсем другое. И вот этот вопрос, а кому это надо? Почему сейчас активно так пытаются нацистов называть националистами? Я объясню этот вопрос, Алексей. Хорошо, вот это мы как раз в следующей части затронем, а сейчас прерываемся на музыкальную паузу. Ну, а поскольку мы заговорили о делах таких не очень далеких, с сороковых и до того лет прошлого нашего столетия, то, наверное, будет уместно послушать Русланову песню «Валеньки». Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 13 мая 2016 года пятница, по одному из старинных 32-й день месяца посева и наречения 7524 лета седьмица. Если вы видите, что на вашем календарике то же самое число, то можете обращаться через чат к Павлу Ивановичу Кутенкову, а именно он главный соведущий нашего сегодняшнего эфира, который посвящен теме «Яргая свастика. Ярговедение. Часть 2». И можете задавать вопросы ему по теме как раз, которую я только что обозначил. И также хочу сказать, что в чате очень много интересного, очень много иллюстраций, картинок, текстов, которые дополняют эфир, и мне это очень сильно радует. Поэтому я сочувствую тем, кто, к сожалению, не может или не хочет, или по каким-то другим причинам не заходит в чат во время живого эфира. Прозвучала песня Русланова и «Валеньки-валеньки». Это примерно тех времен, о которых сейчас пойдет речь, как я предполагаю, в нашем эфире, в этой части. Пожалуйста, предлагаю тебе продолжить. Спасибо. Вот, уважаемая сударь и сударь, мне прозвучала песня Русланова, и я хочу напомнить такую картину. В 1947 году, если я не ошибаюсь, Русланова поимела смелость спеть песню «Выйти на сцену в сарафане», в русском сарафане, в обычном сарафане, без яргов даже. И это, так скажем, нашло такое противодействие, что даже была статья в газете «Правда». «Правда» выступила для молодых людей, так скажем, не очень, так скажем, читающих, может быть, и других поколений. Хочу сказать, что статья в «Правде» это был закон. Вот, что в «Правде» написано, то это закон. Вот действуй как в «Правде» и все. Поэтому, вот такое обращение, так сказать, вроде надеть, что значит, ну, надела сарафан и спела Людмила Русланова вот эти свои валенки. Нет, выступила «Правда». Запретил. Как это так? Как это так? Русская певица, русская баба вдруг посмела петь в своем сарафане, да? Так скажем, вот, а мужу, что говорить вот про этот знак? И так вот... Павел Иванович, хотя надо отметить, что во время войны, когда проходили гастроли в агитбригадах, она иногда выходила в сарафане петь, тогда бойцы воспринимали ее, да, воспринимали Лидию Русланову, Лидию Русланову, как будто прям, ну, это было дыхание свежести. Когда она вышла в столичном, так скажем, кинотеатре... Зашипели сразу, зашипели. Сразу все, вроде война закончилась, как это так? Правда. Они просто зашумели, не просто зашипели, зашумели, а стукнули по голове. Правда. И это очень серьезно. То есть это был один из высоких уровней правды. Надо смотреть, кто там был главным редактором и кто заведовал в то время, так скажем, идееведческими, идеологическими вопросами. Ну, так вот, мы обращаемся к одному из самых главных вопросов, потому что он, меня он волновал очень долго, покуда я не нашел разгадку, в чем же отличие вот, знака, тот, который был в Третьем Рейхе у нацистов и который у славян. Вот, при внимательном обращении сразу все становится ясно, отличие. знак, который в Третьем Рейхе, нацистский знак, это знак взят в кольцо. Он находится в кольце. Обратите внимание, он на поле, которое заключено в кольцо. А что это означает? Что это означает кольцо? И в противовес этому, в противовес этому, большинство, большинство и археологических материалов, и современных материалов русской народной культуры, и всех восточных славян, и других славян, ну, славяна русской культуры, как мы понимаем слово русская народная культура, так скажем, вот, в самом широком смысле, в узком смысле, везде этот знак находится или на свободном поле, или взят славяно-арийскую сетку. Он находится в квадрате, в ромбике, он очерчен каким-то иным многоугольником, вот, то есть, хотя есть кольце, но это редко, это редко. Что значит кольцо? Что значит кольцо, и что значит отсутствие кольца? Значит, в народной культуре, в любой народной культуре, в любой народной культуре взятие в кольцо пространство, пространство любого пространства, храма, вот, ну, например, Пасха начинается, как говорится, один из главных обрядов Пасхи, это круговое замыкание храма в кольцо. Мы сейчас не будем говорить левое или правое, мы об этом не будем говорить. Он замыкается в кольцо. Любой обряд, который проводят родной веры, любой обряд, который проводят другие конфессии, они всегда пространство, где проводится обряд, замыкается в кольцо. Русской свадьбой возьмите. Русская свадьба, если вы внимательно почитаете мои работы, почитаете работы 19-го столетия, 18-го столетия, 20-го столетия, вот, там всегда совершается обряд замыкания села в кольцо. Охрана, вот там, где творится свадебный обряд, замыкается в кольцо, в круг, называется, берется в круг, происходит замыкание. Есть так называемые оказиональные обряды, при них всегда селение для защиты от каких-то вредных воздействий, чумы или еще чего-либо, замыкалось в кольцо определенным образом, определенным порядком, определенными лицами. Мы сейчас об этом говорить не будем. Берем ли мы троицкую березку? Березка, как говорится, родовой знак русского народа. Вот для того, чтобы его срубить, для того, чтобы его принести в село, поставить около дома, поставить в передний угол дома, занести в церковь, его поставить в церковь, где сейчас это делается, она обязательно замыкалась в кольцо. Вокруг него писали, вокруг него водили, как говорится, определенные хороводы, чтобы его замкнуть, чтобы она не имела возможность ответить, защитить себя. Купальскую траву рвут обязательно, сильную траву, когда рвут, ее замыкают в кольцо. Так написано в травниках 17-16 столетия. Можно пойти в публичную библиотеку, у нас в Петербурге есть. У других народов то же самое это делается. То есть вот замыкание в кольцо это вот это то, что замыкается, какая-то вещь, какое-то явление, какой-то участок местности, он берется под управление теми, кто замкнул это кольцо. И тогда мы видим, что вот этот знак, который был в Западной Европе, он тоже у них в культуре есть, с древности не так широко развит, как у нас, конечно же, это совершенно несравнимо, но тем не менее, те общины, те сообщества тайные, явные, которые существовали и которые много писали про этот знак в девятнадцатом столетии, тоже Германии, вот, этот знак у них всегда показывался, посмотрите, пожалуйста, сходите в государственную библиотеку или закажите книги по межбиблиотечному абонементу из Германии, из Англии, из Франции, и вы увидите, что в этих сообществах знак находится на свободном пространстве. А вот когда образовалась нацистская партия, то есть партия создали ее с определенными целями, задачами, то и знак замкнули в кольцо, то есть его взяли в свое управление. Ну, можно дать сравнение понимания этих вещей, что значит нет, здесь вот можно пояснить следующее, что выясняется, сегодня выясняется, что среди знаков существует, как говорится, многоуровневое построение, то есть есть знаки сильные, есть менее сильные, есть знаки ключевые, есть определяющие, есть распределяющие, есть утверждающие, есть уточняющие знаки, то есть среди линейных знаков вот существует такое построение и вот кольцо это знак управления он управляет, кто бы под его власть не попал, он им управляет, ну, например, посадили, как говорится, всю верхушку польскую, главу государства, министр обороны, еще кто-то там, много-много-много всяких важных лес, посадили в самолет и повезли в Россию, в чьей власти находятся, вот это властные люди, обладающие, как говорится, огромными полномочиями для достаточно большого государства польского, они оказались во власти трех пилотов, или сколько там, не знаю, семи, там, сколько там в этом Ту-154 сидела, вот, они оказались во власти, и будь ты трижды семь пядей во лбу, ты находишься сейчас в руках того человека, кто держит штурвал, понимаете, вот, и здесь точно такая же картина получилась, взяли этот знак, они его окружили, закольцевали и стали им управлять, так же, как лучом прожектора, можно сказать, куда его направить, куда силу этого света направить, вот эта сила света ее направили, ее повели на убой, то есть, вот эти вещи нужно исследовать очень строго, когда мы говорили про Харузину, когда мы говорили про академика Стасова, я говорил, что его работа востребована сегодня, это очень сильная работа, там есть Ляпсуса, да, он поправился, его старшие товарищи в то время поправили, потом он сам стал академиком, но он там четко определил, что каждая черточка, каждый значочек, каждая извиленка в узоре имеет свой глубокий смысл, смысл связанный с духовностью, смысл связанный с Богом, смысл связанный с родами, какие знаки, и вот здесь вот именно эти позиции важны, а не просто так, это, так скажем, здесь она действует, вот этот знак, а здесь он не действует, нет, он подчинен общим закономерностям знаков, есть такая наука знаковедение, вот ярговедение, это часть знаковедения, еще есть числоведение, так скажем, ответвление в этом отношении, вот эти все направления, научные, вся наука, она занимается этими вещами, и когда мы начинаем рассматривать очень пристально и именно следовать тем академическим основам, которые заложены давно, давно до нас, веками, как говорится, многими веками раньше, то мы видим, никто ничего не скрывал, в общем-то, и никакого единства в начертании не может быть, так скажем, то, что в русской народной культуре и то, что в Германии, это совершенно разные знаки, и разность это не только в самом начертании, она четко показана, да, вы глядите, в кольце, точно так же и РНЕ было, Баркашова, тоже знак в кольцо взяли, где сейчас РНЕ, она отработала свое дело, и его убрали, те, которыми руководили, потому что Ергу, которая у них была, чисто вот эту вот северно-великорусскую Ергу, они взяли, да, кричали, это-то не такая, это не сякая, да не на то надо было смотреть, надо было смотреть, что она в кольце, раз в кольце, значит она управляемая, управляемая, а вот кем управляемая, ну, РНЕ, она, так скажем, темных задач не решала, в общем, или она решила какие-то такие задачи, но она, ее действия не связаны с преступлениями против человечества и против русского народа, хотя надо посмотреть, может, какие-то действия, так скажем, можно сказать, что там в сторону вели, ну, не более того, да, так скажем, вот, значит, за ней стояли достаточно трезвые люди, как говорится, в общем-то, с неплохими, можно, помыслами, но не темными, это мы можем, ну, например, сказать, да, а там стояли темные личности, темные силы, не личности, а темные силы, которые управляли через определенных людей вот этими воздействиями, и в результате действия нацистской Германии пострадали, в первую очередь, славяне, это было 50 миллионов уничтожено за время Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, было 50 миллионов славян, всех славян из них, 30 миллионов восточных славян из них, только восточных славян уничтожено 30 миллионов, вот действия этого знака, и порядка 10 миллионов самих германцев, то есть была бойня белых народов, вот вам, собственно говоря, результат, поэтому мы смотреть должны на этот знак, на его изображение, на его цвет, с открытыми глазами и очень внимательными глазами, внимание сосредоточить не только на кресте, на священном знаке всех арейцев, всех славян и вообще большинства народов мира нашей земли, а мы должны смотреть, кто управлял этим знаком, а там показано, сегодня мы можем сказать, управляли четко темной силой, оккультной силой, а то, что это оккультные, об этом кричат, кому не лень сегодня, уже 40 раз доказано, это и показано, и с академической, и академическая наука, и университетская наука, и показано, ребята, у нацизма, как говорится, руководители были темной силой, оккультной темной силой, вот, поэтому, вот, когда посмотришь, поэтому, собственно говоря, именно потому, что все очевидно, все понятно, и отсюда, и наука, вот, об этих знаках, она в Советском Союзе запрещалась, ее не разрешали развивать, на Западе еще более-менее, там, скажем, писались работы, поверхностные, правда, поверхностные, скажу, там, семиотику, которую они там развивали, это полунаука, это, ну, может быть, ну, это достаточно, они сами-то и основоположники этой семиотики писали, что она недостаточно развита, но если посмотреть с более серьезных позиций, то там основы, которые они закладывали, они явно половинчатые, сокрытые, то есть, они не давали возможности, и она, в основном, семиотика строится на языках слова, языка речи, письменной и устной, а начертательные знаки, вот, немножко их касался Лотман, касался, да, немножко касался, он дал, приоткрыл Лотман, Коган тот же, касался, дал понимание вот этих знаков, но это уже вот ближе к постсоветскому, а Коган, он, как бы, царствуем небесным, умер недавно, Самуил Мусеевич, почетный профессор Большого университета, он вот эти вещи, как говорится, по этим знакам очень хорошо тоже раскрыл, нужно читать, как говорится, классика в этом вопросе, и понимать, что вот она, все раскрыто, поэтому никакого идентичности, никакой, никакой схожести в этом вопросе просто не может быть, просто не может быть, русской народной культуры и нацистские знаки. Теперь давайте коснемся вопроса нацизма, национализма. Знаки языка это очень важные знаки. Что значит слово? Речь, письменная или устная? Слово нас связывает с Богом, слово нас связывает с предками. Есть такой великий ученый был, Царствие Небесное, Владимир Иванович Вернадский, он раскрыл, хорошо писал понятие ноосферы, или по-русски говоря мироколицы. Собственно говоря, он был, это человек, который занимался урановой тематикой, ядерным оружием, сделал очень много, академиком стал, это всемирно известный ученый, но он был не в почете, как говорят, с последние годы своей жизни, потому что он многие вещи понял с других позиций, ставил на божественных позиций, на божественной картине мира и писал о всечеловеческом разуме, который не умирает, который уходит в мироколицу, или на этом языке, как в непонятном, ноосферу, то есть вот все находится в ноосфере, но в этой ноосфере у каждого народа свое, свой собор находится, свой разум, который он обладает, или для него те уровни, те пласты находятся, которые достижимы только для мыслителей этого народа, для большинства, или для других народов, они по сути недостижимы, они их видят, но не могут достичь, как говорят, не все же покорят высочайшие пики, как говорят, сгорные на земле, не все могут, альпинисты, этого сделать, все видят, но не могут все сделать, вот он, да, он победитель, он вышел туда, он там знамя своего народа, государство поставил, так вот здесь вот, в этой, в этой мироколице, разум всего человечества, и у каждого народа, свой кусок есть, своя ступень, свой пласт, вот, но это не нравилось, коммунистам, которые, так скажем, мыслили материалистически, это выходило, за рамки, ихних, как говорится, представлений, якобы, научных, вот, вопрос слова, это очень важный вопрос, он соединяет нас с носферой, с мироколицей, и когда мы пользуемся своим языком, мы получаем доступ, потому что через мысль, и слово, и действие, мы прокладываем пути к мироколице, мы прокладываем пути в носферу Вернадского, в кладезь своего народа, в кладезь человечества, мы проходим все эти ступени, и мы берем оттуда знания, они нам даются, а если мы пользуемся, словом другого народа, то мы не получаем доступа, к мироколице, к ноосфере, это очень важнейшее понимание, и смотрите, любая церковь, допустим, тоже возьмите мусульманство, вот, они создали вот эту свою мироколицу, и у них она создана на основе арабских языков, поэтому везде у них молитва на арабском, русская православная церковь создала свою мироколицу, на слове славянского слова, и у нас своя мироколица находится, она древняя очень, поэтому сохранность языка в каждой церкви, и говорят, в науке научный язык, это священная корова, совершенно правильно, совершенно правильно, только корова чью травку на каком поле щиплет, она, вот, эти вещи надо понимать, поэтому здесь вот все, как говорится, точно правы, и они все дудят в одну дуду, все хотят попасть в мироколицу, и правильно, поэтому язык терять ни в коем случае нельзя, ни молитвенный, ни научный язык, так что, но русская научная школа, он должен быть русский, конечно же, тогда мы будем получать доступ к нашей мироколице, а когда мы пользуемся словами чужого народа, мы или только доходим до уровня этого народа, а русский народ, я уже говорил об этом много раз, это богодержавный народ на земле, это светодержащий народ, мы не можем пользоваться другими языками, в силу того, что мы опускаемся ниже, и нам тогда становятся многие мысли, которые содержатся в мироколице, недоступны, мы просто начинаем, как сейчас вот, осуществляем разозгоние, нас отрезали с помощью определенных, так скажем, действий товарища Луначарского и сил стоящих темных за ними, и нас вот немножко, так скажем, в 20 веке приземлили от духовности, но сейчас мы вышли на просторы, сейчас нам нужно разозгонию преодолеть, с колеи смерти нам нужно уйти, но об этом нужен обязательно русский язык, и вы смотрите, какой напор идет в отношении русского языка, как нам разрушает, везде латиница, везде латиница, везде латинизм, уже в государственных учреждениях, все это начинает вводиться, в государственных изданиях, надо, не надо, везде эту латиницу, латиницу, это одно из направлений только, да, а когда вот это слово нам, патриотизм, я скажу даже больше, да, которые относятся чисто, так скажем, мудрствованию, да, к философии, которую можем признавать наукой, можем не признавать наукой, но, когда мы пользуемся латинскими заимствованиями, да, якобы заимствованиями, которые нам жестко навязаны, и заставляют нас кричать и говорить, патриот, националист, и все кричат, все стучат себе, ну, якобы все, да, средства массовых известий у нас, там, пишут, вот он патриот, он националист, а что это означает, это слово, не говорят же роднолю, не говорят же роднолю, вот, отечественник, а говорят вот эти слова, паршивые, потому что эти слова связаны с латинизмом, латинский народ, или латинский язык, это язык мертвого народа, он, народ сошел с земли, он не смог здесь выдержать, значит, он шел в небытие, он шел в тьму, и когда мы начинаем пользоваться этим языком, то у нас связь не с мироколицей, не с всечеловеческим разумом, и разумом наших предков, с нашим собором, а идет связь с тьмой, у нас туда ниточки прокладываются, то есть, когда Зюганов, или кто-то либо еще, называет, как говорится, якобы, так сказать, он роднолюб, и говорит, я патриот, я истинный, даже добавляю, потому что некоторые это понимают, значение истинной, что она ведет в тьму, и говорят, я истинный, чтобы как-то ослабить, вот это вот влияние, да, латинизма, вот этой силы тьмы, вот, но, это же, что это, что это означает, образно скажу, вот когда так защищает, как говорится, пеной у рта интересы русского народа, там, или любого народа, грузинского народа, еврейского народа, армянского народа, азербайджанского народа, и говорят слово патриотизм, это значит, люди опускают народ еще ниже, открывают каналы, темные каналы связи, с темными силами, они их расширяют, то есть это получается так, вот дерево я буду поливать, так скажем, листочки, с листочков пыль я буду смахивать, а корешки я буду подпиливать, я все буду смахивать, пыль ходить там, подкрашивать, подмазывать все, а корешки буду каждый день по корешку отпиливать, под землей, вот, вот что, вот что делается, когда портится язык, поэтому делать переводы, слово нации, нации, это означает, прямой перевод, слово нации, это вообще скверное слово, это муха, называлась, в зороастризме, нации муха, которая таскала души умерших, сатане, вельзеволу, а сама питалась, мертвичиной, это вот нация, отсюда нацизм, как говорится, ну, в Европе это слово, очень хорошо известно, это советскому, русскому читателю, это слово неизвестно, хотя сейчас уже переводная работа, поэтому вопросы есть, и мои статьи по этому поводу, тоже есть, я пишу, вот, как бы, немножко я там тоже, как говорится, пытаюсь показать вот эти вещи, то есть это вот, само слово это вообще очень опасное, она трижды опасная, кроме того, что она раскрывает каналы связи с темными силами, она непосредственно ведет в жерло, в жерло вот этого сатанизма, вот, а другие слова, как патриот, то же самое, точно такое же, это западное, это нас соединяет силами тьмы запада, логос, у нас везде логос, заметьте, у нас везде логос, идиология, даже зубной врач, у нас не зубной врач стал, а стоматолог, понимаете, то есть, вот посмотрите, за этими словосочетаниями, как нам их вводят, как их нам навязывают, и мы, собственно говоря, почему мы сегодня на колее смерти стоим, не только потому, что нас очень много миллионов, десятки, десятки миллионов уничтожили в 20 веке, потому что русскую бабу, богиню превратили, как говорится, в животные, она думает только, и мужчина тоже, да, наши, как говорится, вот наш народ, отчасти, многих пытались превратить, отчасти превратили в потребляющие, потребителя, не думающего человека, о смыслах жизни, а зачем он здесь на земле, что он здесь должен делать, вот с помощью вот этих вес, это простецкие приемы, говорят нам, да это же научное слово, да это же культурное слово, и так далее, это много таких вот приемов, просто подумать надо, и как нам это навязывают, да это же все так говорят, да это же все так считают, ну такие вот простецкие, а кто слишком сильно углубляется в эту тему, ему бьют по рукам, или просто-напросто его убирает, вот эти мы вещи должны понимать, поэтому действия, так скажем, внешнего характера, основанные на словесах, они имеют важнейшее значение в этом мире, и русский язык, поэтому объявлен основой культуры, как и любой язык народа, это основа культуры, но это все пишут об этом, так почему тогда мы позволяем, кому-либо портить, под каким-либо покрывалом, или покровом научности, изысканности, или типа у нас нету, ну занимайтесь словообразованием, но нужно понимать, что наш путь выхода и выживания в этом мире только тогда, когда мы будем опираться на собственные духовные опоры, как скрытые, так и явные, явным является это язык, и наши знаки, ну вот собственно говоря, можно и на этом закончить. Хорошо. Итак, давайте послушаем небольшое музыкальное произведение, и после этого переходим уже к ответам на вопросы, которые появились в чате Народного славянского радио. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 13 мая 2016 года, пятница, на одном из современных календарей, на одном из старин, в 32-й день месяца посела и наречения, 7524-го лета, седмица, «Ергая свастика», «Ергаведния» часть 2-я, такова тема сегодняшнего нашего эфира, главный соведущий Патенков Павел Иванович. И прежде чем уже, наверное, к вопросам мы перейдем, хочу такую справочку небольшую дать. Мы говорили про Лидию Русланову. Так вот, после той статьи, которая в «Правде» вышла, как Павел Иванович правильно сказал, «Правда» — это была основная газета, которая, по утверждению многих, подчинялась непосредственно Иосифу Иссарионовичу. Он, конечно, не был главным редактором, но часто его указания беспрекословно исполнялись и так далее. Так вот, 18 сентября 1948 года Русланову арестовали на гастролях Казани, и дальше она находилась в местах не столь отдаленных до 1953 года. А 1953 год — это как раз год смерти Сталина. Вот делаются такие интересные выводы. Причем я никого ни в чем не обвиняю, не заступаюсь ни за Сталина, ни его не обвиняю. Это просто исторический факт такой. И вот давайте уже будем переходить к вопросам и отвечать на них. Итак, вопросы, которые поступали в чат Народного Славянского радио, сейчас начинаю озвучивать. Я Павел Иванович. Давайте, Алексей, давайте, прежде чем к вопросам, маленькая, так сказать, ремарочка. Хорошо, давай. Я хочу сказать, что вот когда мы сегодня, я говорил о Ерге, об отношении в государстве к нему, и здесь приводили пример Путина, так скажем, который едет на коне с Ергой, вообще это, вот, уже этим многое сказано. Государство сегодня изменило отношение к этому знаку. Вышло, мы в прошлый раз говорили, вышло постановление Роснадзора, впервые, так скажем, за последние 90 лет, где он разъяснил, что вот этот действующий закон у нас о смешении там знаков, о сходстве знаков до степени смешения, да, якобы такой вот, статья такая против русских, вот, она сегодня объяснена Роскомнадзором, что когда в народной культуре это дело не касается совершенно. И вот мы видим Путина, главу государства, Владимира Владимировича Путина, который едет на коне и на ней Ерга. То есть это показательно. Русланову за сарафан, ну там еще что-то ей приписали, как говорят, но это один из вещей, вот этот сарафан, ее отправили, как говорится, в места не столь отдаленные, а тут у нас уже сам глава государства, говорит Владимир Владимирович Путин, едет на коне с Ергами. Вот это показательно и вот документ Роснадзора, это главного хранителя, как говорится, сегодня это орган, который, по сути дела, так скажем, контрольный орган в идеологии, в идееведении, если правильно говорить, да, вот без сатанизма, да, в идееведении, не идеология, а идееведение. Он объяснил мне, объяснил нам с вами, что Ерга в русской народной культуре это знак, и он имеет место быть и присутствовать во внешнем мире. Вот я это хотел добавить просто. Благодарю. Первый вопрос на основе вопроса Виталия. Вот именно так. Не буду зачитывать полностью вопрос, а по-своему сформулирую. Итак, почему путают свастику и паучий крест, который появился во времена Адольфа Гитлера, несмотря на то, что федеральные законы, о которых мы говорили, противодействие экстремистской деятельности, где сказано, что пропаганда и так далее, существует. Но все-таки, почему же все-таки путают эти символы? Намеренно это происходит или просто как скажут, так и делают? На этом вопрос закончился, да? Да. Спасибо за вопрос. Вопрос имеет место быть, он может быть не совсем полон, потому что кто путает и когда путает и где путает. я вам хочу сказать, что вот дело против инглингов, против древней православной ангелистической церкви, которой было судебное дело, там в первом постановлении там четко ясно описали, что запрет, который вводится на изображение там вот этой Ерги, да, назовем ее Ергой, да, там по-другому она свастикой они ее называют, вот, они там оговорку сделали, что изображение этого знака в русской на изображенных на изделиях, на вещах, на предметах утвари в русской народной культуре это не касается, то есть это было когда 2007 год, да, первых суток, когда там было, не могу точно сказать, когда запретили вот эту церковь, там эта оговорка была сделана, то есть никто вообще-то не путает этот вопрос, да, это путают исполнители зачастую и сами пользователи этого знака, которые используют, не обладая полнотой знания, так скажем, в этом вопросе, а те выполняя, неправильно выполняя приказы, так скажем, нечетко прописанные специально, да, специально прописанные нечетко, чтобы не разобрали, да, потому что, давайте посмотрим, в этом законе нет начертания, где было бы сказано, какие знаки нацистские, нету, нету, то есть, четко, внятно, вот это вот, проведена вот такая линия, так скажем, неясности, которая позволяет регионам, исполнителям, так скажем, ну, ты же знаешь, ты же посмотрел кино, вот, вот кино вот так показали, что там убивали людей, а висел флаг с этим самым, с огненным крестом, ну, вот это и есть нацистский, вот, а что кольцо там было, а на это никто не обращает внимания, к примеру, да, если полностью сравнить, то есть, вот тут много таких вопросов, на которые, так скажем, нужно очень внимательно смотреть, отвечая, как путают, почему путают, еще раз говорю, что, когда мы стучим себя в грудь, кулаком, и говорим, я патриот, значит, это человек, который находится под воздействием сил тьмы, и ему сложно объяснить, что это знак его отца, это знак его матери, это знак его рода, народа, и что к нацизму он никакого отношения не имеет, потому что он не видит его, он его не видит, я в прошлый раз на прошлой беседе объяснял, что у нас в Петербурге три главных, если исходить с этого закона, три главных нациста, я перечисляю по фамилиям, губернатор, губернатор, митрополит, и глава всей музейной науки, всей России, это товарищ Петровский, глава Эрмитажа, которые стоят на страже своих, как говорится, ценностей, которые все покрыты ергами, ну вот тогда так мы можем судить, то есть давайте в этих вещах очень быть внимательными, бдительными, и не терять, как говорится, того наследия, которое у нас есть, и не впадать в чувственные, так сказать, состояния, которые уводят нас сразу к силам тьмы, вот это очень важные вопросы, если мы их не будем видеть, то тогда нас, как говорится, поведут, сами же пойдем во след, как говорится, за вожаком, в пропасть тьмы. Здесь, наверное, надо два момента отметить, что первое, наверное, кто-то, может быть, по забывчивости, а может быть, специально, не внес в этот закон именно нацистскую символику, чтобы было с чем сравнивать, а второе, иногда начинает бороться с символикой, которая чем-то похожа, из-за того, что нет четких ориентиров в законе прописанных, а не с деяниями, потому что многим известно, что если, например, на ракете ядерной написать «Миру мир», много «Миру» она не принесет. Хотя, как оружие сдерживания, мир каким-то образом поддерживать еще может. Но противоречивая надпись «Миру мир», то же самое, как и другие слова на заборах, они тоже иногда не соответствуют тому, что наличит за забором. Вот эти два момента очень четко надо для себя определять. И поэтому, нет в законе четко того, что является нацистской символикой. И тут происходят очень интересные моменты. К примеру, всем известно значок 2С, да, СС, который в нацистской Германии применялся в элитных войсках. И там были, ну, две молнии, да, или СС. Вот. И там же были еще «Мертвая голова», вот такие интересные, где подразделения, где именно череп с костями был. Так вот, если мы СС сейчас посмотрим, то, например, мы можем взять надпись «Не влезай, убьет», где эта стрелочка изображена, молния, сказать, а это вот нацистская символика, друзья мои. Вот это надо столб спилить или сорвать. и товарища Чубайса, который возглавлял у нас энергосеть, и все взять, посадить его лета, так скажем, на много, да, лета на 25 за пропаганду нацизма во всей России. Это вообще. Во всех странах СНГ. Вот, вот, вот вам, пожалуйста, еще пример есть. Вот какое наказывается. Вот. Или, например, та же самая «Мертвая голова» могут придраться, опять же, к символике, что не влезай, убьет, где очень часто еще в советские времена, я там и помню, висели такие символы, такие знаки, какие картинки на столбах. Как шутили, около пионерского лагеря стоял высоковольтный столб. И для того, чтобы дети не лазили, то там повесили вот такую, значит, две, вот эту молнию, нарисовали, значит, вот эту черепушку с костями и написали «Не влезай, убьет». Ну, а поскольку лагерь пионерский, надо было какую-то агитацию сделать, то внизу написали «Пионер растет смелым». Вот. И еще тоже можно таким же образом придраться, просто обратиться к церковным, к церковной атрибутике, я имею в виду РПЦ. Если мы возьмем крест, на котором изображено распятие, то под крестом мы увидим косточки Адама. А они как раз именно в той же последовательности, в той же компоновке находятся, что мертвая голова во времена нацистской Германии. Так что же получается Гундяев, как сейчас глава РПЦ, он что, не просто там символику нацистскую, он вообще одно из самых зверских подразделений нацизма рекламирует. Так что ли получается? С митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским. Вкупе. Ну, это уж как и подельники пойдут, как свидетели пойдут. Я уж не знаю. Но суть в том, что до такого можно дойти. Но самое-то интересное, что, например, в сторону староверия, родноверия, каких-то людей, которые занимаются древней культурой, вот такие абсурдные дела иногда возбуждаются ради того, чтобы получить новые звездочки на погонах. А в сторону там, где очевидно все это присутствует, не возбуждается какая-то система двойных стандартов. Вы уж, ребятушки, или всех сразу начинаете возбуждать по этому вопросу, начинаете свастику здесь сбивать, ергут эти всякие символику, знаки наши. Вот везде. Прямо начинаете подвозить экскаваторы в Питер, да, и давайте Зимний дворец под снос. Давайте там Пушкина, ну что-нибудь там снесите. В Москве там куча чего есть. Исаакия, да, давайте там снесем. Ну что там мелочиться, ну же присутствует, тем более, что запрещены они должны уже быть-то, потому что славянные иерские веды запрещены, а там 144 было представлено, а ты уж в одной из передач вообще, в прошлой передаче сказал, что у тебя больше 200, ты насчитал. А я еще не сейчас сказал об этом, свыше 200. Только на русском севере у северной и средневеликорусов в русской народной культуре присутствует свыше 200 различных иерогических знаков. Ну понятно, в общем все северяне у нас оказываются понятно кем. Так, ладно, и вот такая вот у нас Калабродина, другим словом не назову, вот такая свистопляска получается, а ведь это страшно, когда те, которые должны закон содержать чистоте и порядке, они допускают такое, это что же тогда получается? В каком же государстве, в какой же держае, в какой стране мы живем, где такое может происходить? можно еще добавить к этому вопросу, что вот почему не нарисовали? Да потому что, так скажем, и само слово Бог, это знак, оно было на пряжках у нацистских солдат, у германских. С нами Бог, значит, давайте тогда опять Бога запретим. Это знак, это знак был сильный, мощный. Была дивизия, у которой знаком был Мельведь, чисто такой, как сейчас на флаге Единой России. Тогда давайте, как говорится, Единую Россию, партию Единая Россия признаем тоже нацистской. Вот, так скажем, если с этих позиций подходить. Вот почему не указали эти знаки. То есть, тут все, как говорится, доводится до полнейшего абсурда. Хорошо, вопрос от Елена 777. Вопрос в эфир. Если одеть рубаху там или сарафан вышатой ергами и по Москве прогуляться, то что будет? Заметут по какой-нибудь статье или народ тухлыми яйцами закидает? Ну, это, как говорится, реплика. Она имеет место быть, не знаю, я по Петербургу хожу в рубахе с ергами и никто что-то не метет. Так что, не знаю, как в Москве, в Петербурге никто никого не метет. Это точно. Вот, поэтому это так. Тогда ходите, короче, да, ходите. Да нет, одевайте дедовую рубаху и ходите, кто вам запрещает. Никто никому не запрещает, как говорится. Если у тебя эта одежда, твоя одежда, заходи в ней. Вот. Главное, ведите себя достойно. Дальше. Света, вопрос в эфир. Правда ли, что свастика является символом брахмана? Вот вопрос очень серьезный. Является ли свастика символом брахмана? Это вопрос, я скажу так, для русской науки это вопрос не исследован. Вот. Потому что мы знаем, что, допустим, Будда, он повсеместно изображается, как говорится, или на постаменте, ли у него на груди свастика. А вот изображение брахмана со свастикой и вообще само изображение надо посмотреть, изображается ли он как брахман? Я просто на этот вопрос затрудняюсь ответить. А в Индии этот знак, конечно же, широко используется на как говорится в храмовом строительстве, в извояниях он присутствует. А насчет этого не могу сказать, нужно сказать, нужно спросить людей, которые проводили особые исследования по этому вопросу и вникали вот в этот вопрос в отношении брахмана. Потому что да, это самое Митра, да, изображался вот, Вишну изображался, Вишна считается верховным богом. Зевс изображался, Христос изображался, Будда да, а вот брахман это вопрос такой, как говорится, надо провести исследование по этому вопросу. Так, следующий вопрос от Виктора. Когда, кто, на каких основаниях передал право интеллектуальной собственности на символы нацистам? имеется в виду свастичные наши знаки нацистам? Ну, вот, символ, символ это вообще все же не русское слово непонятное, не ясно, так скажем. Вот, а кто им передавал? Здесь никто никому ничего не передает. Власть, как говорится, она тогда, власть, когда она обладает силой. это было взято, так скажем, силой, это было взято на основе своих возможностей они взяли и присвоили темные силы, хотя этот знак им не принадлежит. Но для того, чтобы управлять ими, они его заключили в кольцо, и им эти вещи известны. И это не только им известно, это давно всем известно. Даже посмотрите, как говорится, фильм Гоголя или почитайте как там он этот стоит, философ, монах этот, лицо приближенное, философ он этот, бурсак. И он себя очертил кольцом, и его никто не видит, его никто не трогает. Хотя это действие происходит в церкви, как темная сила там собралась, вроде бы и не должно было быть, но он знал четко, что кольцо он себя окружит, и все, он будет защищен. Ну, соответственно, еще молитву надо было прочитать, которую он тоже знал. И вообще существует предание народное, что когда нечистая сила Бог согнал с небес, и она опустилась на землю, то каждое существо очертило вокруг себя круг, поделив пространство земли на, как говорится, участки своего владения. Вот тоже, опять же, закольцевали себя. И сама нечистая, поэтому она полностью владеет вот этим уровнем знаний. И она взяла этот светлый круг каким-то образом, смогла его окружить, так же, как у нас многие люди подпадают под воздействие нечистой силы, продают даже души нечистым. И здесь то же самое произошло. Нечистая сила, используя свои возможности, взяла этот знак в свое управление и стала управлять в своих интересах, в интересах уничтожения белых народов Европы. Вот ты вспомнил Гоголя. Вот я не знаю, это была как издевка его или на самом деле это какое-то повествование по жизни, но то, что творилось там с Фомой в церкви, казалось бы, ты уже так это коснулся, как может церковь вообще присутствовать в святом Божьем доме, в таком месте может присутствовать нечистая сила. Но, как мы видим, там не только она разгуливает, она там вылезает из всех щелей, она там хозяйствует, она там что хочет делает, что хочет творит, и тут какой-то такой символ очень древний, простой, и некие слова, они защищают человека, который, в общем-то, ну, никакими на первый взгляд не обладает сверхъестественными способностями. Вот об этом, наверное, стоит задуматься. Я хочу сказать, что Гоголь здесь ничего не выдумал, вообще все, что Гоголь написал, это истина, она подвержается по другим вопросам. Именно вот это вот событие, что в церкви собирается нечистая сила, это передается и другими исследователями, просто исследователями. Допустим, существует по русскому северу рассказы, записанные Ефименко. Он там приводит такой пример, а может быть, я сейчас не помню, может быть, Терещенко это описывает, такой вот известный исследователь 19-го столетия, что когда мать задавит ребенка своего, придавит, придушит, ну, младенца, бывает, что у бабы уже 10 человек и еще родила, и там мал, меньша, вот она ночней, дверь, дверь, с этим малышом, и эти ее, ну, баба бывает выбивается, как будто она и богиня, но бывает ноша такая, и вот называется приспала, младенца положила, он, как говорится, сиську сосет, вот, и успокоился, и она успокоилась, заснула, повернулась во сне и задавила его, вот называется приспала, и для того, чтобы вот спасти такую душу, то советует идти в церковь, становиться в круг, очерчивать себя кругом и молиться, чтобы бог, вот это, а придушенный человек, да, придушенный дитя, человек придушенный, его душу забирает нечистый, вот вопрос, да, вот, и она начинает отмаливать, вот, в этой церкви, и она видит, как первый день там вокруг нее нечистый, и, ну, соответствующим образом пытается на нее воздействовать, а кольцо вот это ее защищает, вот, это описано, так скажем, другими, по другим источникам, поэтому Гоголь, это, ну, вот, мы считаем, что Гоголь, это художественное произведение, нет, это произведение, он же пишет, это из народа взяты, то есть, это, вот, как в историческом плане он основывается на народных преданиях, а так, в культурном отношении, это чистейшее знание русской народной культуры, малорусской народной культуры, казачьей культуры, то есть, это истоки, там показаны, так скажем, родномерческих каких-то пластов знаний, ну, они подтверждают, вот, собственно говоря, то, что вот нечистая сила взяла в кольцо и повела этот знак, с помощью этого знака народу на убой. Понятно. Дальше, Елена 777 задает вопрос. Слышала, что в Индии все храмы украшены как раз свастиками, правда ли это? Значит, Елена, я занимаюсь исследованиями русской народной культуры, русской народной культуры. свастикой, свастикой, так скажем, я занимаюсь в той мере, чтобы сравнить и по тем источникам, которые доступны по научной литературе. Чисто исследованием свастики я не занимаюсь. Я только, так скажем, ну, для того, чтобы свастикой чисто заниматься непосредственно, нужно ехать в Индию и работать с первоисточниками. А для того, чтобы работать с первоисточниками, нужно знать ихние языки, Нужно там жить, нужно вживаться в культуру И только тогда Ты поймешь все глубины свастики Которые они вкладывают Они там, индусы вкладывают Индуизм вкладывают Вот я могу понять свастики русские Потому что я русский Как говорится По рождению, по духу, по крови И я вырос И воспитался в русской народной культуре Изначально Поэтому для меня Какие-то вещи, которые Кем-то написаны, допустим Тем же учеными Княжеского, графского, боярского сословия Которые народную культуру Наблюдали со стороны Они для меня более понятны Чем для них, хотя может быть Они и 150 лет назад жили Вот, поэтому давайте Вот этот вопрос мы Отошлем к тем людям, которые Занимаются следованием свастики Ну, на самом деле Если просто фотографии откроете Посмотрите Индуистский храм, буддийский храм То там очень-очень много присутствует Из этого символа Но, как правило, все там Очень упрощенно По сравнению с тем, что есть В России Дальше Смотрим следующий вопрос От Виталия Если в фундаменте науки и религии А значит и в государстве Наши Стоп И в государстве Вши или паразиты Разве это можно назвать Наукой или религией? Еще раз Не понятно, еще раз Если В фундаменте науки и религии А значит и в государстве Вши или паразиты Разве можно это назвать Наукой или религией? Какой затейливый вопрос Ну, в общем-то, можно понять его, как говорится, что хочет он сказать, так как мы понимаем, если там нечистые. Нет, и как в науке, так и в любой вере присутствуют люди, которые истинно стремятся подойти к этой истине. То есть они светлы в своих намерениях, в своих чувствах, в своих действиях. И они творят добро, они творят свет. И поэтому мы не можем хаять, так скажем, все учреждения, которые существуют у людей. Даже бывает ведь и вот коммунистическая партия, которая по марксизму, ленинизму это учреждение мракобесия, потому что это безбожное, это кровавое. Она показала себя таким. Но в конечном итоге она собралась с силами, и она коммунистическую партию отвергнула, отторгнула от владения, так скажем, нашими умами, нашими сердцами. Может быть и время подошло, может быть, но тем не менее это все же сделали то учреждение, которое опять же КПСС, потому что стоило только кому-то применить силу, и все бы опять покатилось по заданному курсу партии. Вот это надо понимать. Поэтому есть такой закон в мудрости, да, отрицание-отрицание, вот, или, допустим, число 13. Почему его некоторые не любят? Число 13 это, 12 это круг вот явный, проявленный, а число 13 это новый круг, который отрицает вот этот прошедший. Вот год прошел 12 месяцев, все, они ушли, началось 13. Вот 13, это самый, ребенок родился у матери, ей несут 13 блинов на зубок, вот, а потому что все, так скажем, она новую жизнь дала. Это поколение ушло, наступает новое поколение, ей вот этим знаком 13 блинами, как говорится, знаками света, знаками солнца, знаками жизни. Вообще, блин, это русская народная еда, но она как знаковая еда, обрядовая еда, она много смысла содержит. Ну, тоже 13. То есть, вот, отрицание-отрицание в этом происходит. Поэтому и в этих учреждениях, несмотря на всю зашоренность, несмотря на всю громоздкость, несмотря на всю косность, которая зачастую там существует, там есть и движение к истине. Все это и там. Хорошо, хорошо. Так, следующий вопрос Ингварь задает. Вы сказали, что свастика не наше слово, но оно ведь расшифровывается, грубо говоря, как сва – это небо, тика – это движение. Получается, небесное движение или небес движение? Ну, нет, мы же не говорим, что оно этого не означает. Конечно же, оно означает добро, быть добру, благопожелание, благопожелание рода, благопожелание продвижения к истине. В свастике много значений, и исследователи, которые занимались этими вопросами, они, так скажем, толкуют ее по-разному. Я тоже свое толкование дал вот этого знака, но я-то про другое говорю. Я говорю про то, что если у меня есть отец и мать, то мне, кроме посаженного, отца и матери, то есть крестного и крестной, которые мне положены еще для духовной жизни, мне других-то родителей не надо, и они не положены. Они не будут мне родителями. У меня есть отец и мать. Вот вопрос-то в чем. И когда нам вместо Ерги навязывают имя свастика, да, она нам родня. Но она, если образно говорить, она не отец и мать нам. Нам отец и мать ключ, чертогон, ветрак, конь-огонь. Ну, я вон перечислил их порядка 50 названий, а их всего лишь сейчас, вот у меня собрано около сотни этих названий. Вот. Вот наше родное. А это все же санскрит наш близкий, кровный родственник, но наш родственник. Вот. И мы вот об этих вещах говорим. А когда мы говорим о латинизме, то это совершенно другое. Мы не должны стоять на одну доску слова логос и ведение. Почему мы не говорим, как говорится, ведическое мышление? Мы говорим, вот, если логически подумать, а почему не ведически подумать? Почему нам втюхивает вот это везде логические, вот логические, стоматолог, да, уролог и прочие логи? Вот. А лох в русской народной культуре, потому что корень все же лох, видимо, имеет эндоверопейскую основу. Лох у нас это вот логово волка, да. И лох это промойна какая-то, это враг какой-то. То есть это вообще опускание вниз. Вот это то, что... Я же ведь когда вам говорю, что логос это слово, которое соединяет нас с тьмой. Я не говорю не потому, что мне так нравится, потому что в русском языке есть основа этого. И еще есть понимание, что когда мы переходим на латиницу, на латинизм, да, мы говорим сегодня, что здравоохранение у нас плохое, что у нас аптеки работают, прибыль стала у них больше, чем по непроверенным данным, которые нам говорят в учреждении по борьбе с наркоманией, что у них доходы сверх, идут доходы. Да потому что аптека перешла полностью на латинизм, на этом. Силы тьмы затягивают. И я это связываю вот с этими вещами. И их нужно видеть. Но силы света, которые содержатся в словах родственных нам народов, которые светлые народы, которые повязаны... Мы с ними повязаны единой одной судьбой нашей, да, с санскритским языком, потому что ближайший язык к нему это великорусский, восточных славян и литовский. Вот три древних языка на земле. Это признано, как говорится, многими учеными признаются, которые погрузились в пучину вот этих языков. Они почувствовали, они обосновали, доказали и вели миру вот это единство. Но у нас свой стержень. У нас свой стержень. Да, он с ними един, но у нас свой. Если мы его бросим и будем питать другие стержни, хотя бы нам родственных народов нет, так скажем, мы не придем к тому, что нам положено. Вот здесь много очень тонких вещей, которые нужно зачастую, получая знания, смотреть через призму осознания, как бы духовного осознания, духовного понимания, духовной культуры, которым богата русская народная вся культура и культура других народов. Дальше Алексей Тарасов. Вопрос в эфир. Павел Иванович, как Вы думаете, как наши предки определяли форму нашей галактики и других миров? Какие технологии при этом применялись? Как узнали, что яйцеклетка при оболотворении по форме напоминает цветок папоротника? Я вот не знаю, последний цветок папоротника, что имеется в виду? Может быть, знак цветок папоротника, один из наших древних? Ну, я вот это тоже не скажу, что ДНК, клетка вообще, она, как показали исследования, она имеет форму приблизительно, ну, это, скажем, это юридический знак, вот проще, так скажем, своеобразный юридический знак, он просто очевиден, его там видно. Вот, а как Вселенную, это достижение современной науки, это, а если касаться предков, то у нас есть и знаки георгические, вот в виде капли, я в прошлый раз говорил, да, но они как-то понимали, знали, потому что было другой уровень мышления и понимания, ощущения каких-то, то есть у человека же не только пять чувств, вот, с помощью которых он в этом самой, в мире в этом видит и понимает, осознает, слышит, вот. У него еще другие есть, он ощущает это, воспринимает мир через свою душу, через свою душу, а у нас их три, естественно, еще две души, он через них происходит, а с ними связано, как говорится, если мы посмотрим на человека, то сегодня наука пришла к выводу, что у человека есть избы, чакры, да, на английском языке чакры, на английском, на этих самых, на санскрите чакры, а на русском языке это избы, вот там семь основных избы, через них идет познание, через души, и души связаны с этими избами, и вот через них идет осознание, понимание, видение, как вот он, Вернадский, многие вещи видел, как Менделеев увидел таблицу, как вот говорят же, по крайней мере, те, кто ее знали, передают вот здесь, в Петербурге, с поколения в поколение, передают, что Владимир Иванович Менделеев таблицу увидел во сне ее, и более того, первый знак, который он там нарисовал, посмотрите, первое издание таблицы Менделеева, да, там первый знак, сейчас он отсутствует в таблице, его изъяли потом, а это первый знак, он полностью, как бы, связан с тонкими мирами, очевидно, с которыми мы тоже связаны, вот, а его изъяли, потому что темным силам, это, как говорится, не по нутру, раз его объяснять, но, извините, это целостное было видение у Менделеева, все подтвердилось, все, что Менделеев в своей таблице нарисовал, что ему дал Бог, что ему Мираколица дала, или на сфера Владимира Ивановича Вернадского, все это подтвердилось, это мировая наука, почему тогда мы исключаем тот первый элемент, который он назвал эфиром, вот вопрос, и что за такое вещество это, а это вещество, которое разлито по всему, вокруг нас все существует, и каким образом мы с ним связаны, и как мы с ним взаимодействуем, вот, пожалуйста, это пример из современной науки, который наука объяснит не в состоянии, и вот то, что предыдущий товарищ нам говорил, вот если гниль, вши там есть, да они вот есть, они вот такие существуют, и они сказали, да нет, давайте мы изъявим, потому что мы не оберемся много вопросов таких, как говорится, вот задаваемых на уроках, в высших учебных заведениях от ученых, мы не беремся, потому что мы не можем это объяснить, и взяли, изъяли, и, собственно говоря, вот обрезали огромный плац знаний, а Владимир Иванович Вернадский, конечно же, он знал первое издание, все работы Менделева, он прекрасно знал, он понимал, и он сам это ощущал, потому что стоял на острие современных достижений в науке 20 века, на самом ее, как говорится, таком вот мощном направлении, ракетно-космическом, ракетно-ядерных, правильно сказать, вот так вот. Надо еще отметить, что есть такая очень интересная теория, или интересное такое повествование о том, что все-таки Чак – это одна из рун, которая относится именно к славяно-арийским племенам, то есть к нашим, нашей древности, потому что были не только у нас известные сейчас буквицы, а были еще и руны, которые в себе содержали много больше информации, нежели мы вам сейчас можем представить, ну а Ра – это тоже одна из таких рун, я думаю, переводить не надо, и получается Чак – это взаимосвязное движение, похоже на то, что сейчас символ Инь и Ян, да, вот эти вот. По-русски Инь и Ян, А Яр и Ярь, А Яр и Ярь, вот. Да-да-да-да. Но этот знак, вот я хочу сказать, вот этот знак – это двойная Ерга, да, двойная Ерга, Яр и Ярь – это двойная Ерга. Вот этот знак китайцы купили у европейцев, но они об этом пишут. Это общеизвестная вещь, которая издана в научных источниках, издана, поэтому это им не принадлежит, эти вещи. Да, но так я просто хотел закончить, что это наш тоже древний знак, который означал взаимное движение и в одну и в другую сторону, и солнце, солнечный свет, божественный свет, божественная мудрость там присутствовали, поэтому, опять же, просто так отдавать иностранцам, иным народам слово «чак-рам» мы, наверное, не будем. А то, что оно больше прижилось там, на Западе и на Востоке, ну, к сожалению, как и с другими символами, другими нашими знаками, с другими нашими какими-то словами, такое бывает, мы сейчас это видим, каждый день встречаем. Ну ладно, вопросы дальше продолжаем. Виктор задает вопрос в эфир. С правовой, он продолжает на правовую точку зрения, так опирается на правовое дело, правовой, юридической, практической точки зрения, если никто не представлял право интеллектуальной собственности на свастику, то нет юридического права судить за использование свастики. Вот если сам обвиняемый признает, что нацистскую свастику использует, и нацистскую символику использует, то попадает под статью. Вот такая вот реплика от Виктора, с точки зрения юриспруденции. Ну, какими подходами и взглядами в правоведении пользоваться, так сказать, можно прийти к взаимоисключающим выводам. Поэтому, если она работает и будет работать в защите истины, то можно использовать. Тоже реплика. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. От Виталия из Киева вопрос. Почему задушенного забирает нечистая сила? Ну, этот вопрос... Спасибо за вопрос. Он выходит за рамки, так скажем, нашей беседы. Но это вопрос, который были посвящены предыдущим. У нас пять беседок по закону русского духа. И я хочу сказать спасибо за вопрос. Большое спасибо. Вот. Что есть многие вещи, да, в русской народной культуре, до которых мы знаем, что их нужно так делать. Вот так вот, потому что это вот так вот. А если так и не сделаешь, то будет плохо роду твоему, тебе будет плохо. Допустим, ну вот недавно я участвовал в похоронах, в светлой памяти. Хранили мы товарища одного нашего, и там, ну, в крематоре сжигали. Вот. И там тоже там много сразу хоронят. Вот одна женщина вышла и там убивается, плачет. А нельзя на похоронах. В русской народной культуре запрещалось лить слезы. Вот запрещалось. Нужно вопить, кричать, как говорится, голосить. Вот это надо обязательно, да. Но это определенные звуковые, так скажем, возгласы, да. Определенные звуки на определенных частотах и слова. Но слезы категорически порицалось в русской народной культуре. Боже упаси. А вот вопить обязательно. Не будешь вопить, тебе, вот, скажем, да. То есть вопление – это помощь душе, уходящей из этого мира. Душам, уходящим из этого мира. Нельзя. Мы не знаем всех возможностей в этом отношении. Поэтому вот удавленники, утопленники, так скажем, утопился ты в речке, да, так сказать, нельзя хоронить на общем погосте. Задавили тебя, придавили вот так вот, как мать придавила, да, приспанной называется, да. Ну, в других местностях может по-другому там называться. Нельзя хоронить. Нужно хоронить заграды. Со всеми вместе нельзя. Здесь, видимо, связано, вот, я могу привести пример, как говорится, одного хорошо, так сказать, близкого у меня человека, который про Афганистан рассказывал следующее. как это самое, ну, правильно, неправильно они делали, это вопрос другой. Добывали сведения от пленных этих самых маджахедов. Просто накидывали, не говорил он, не говорил, да, не вопрос. накидывали на голову полиэтиленовый мешок, и он начинал задыхаться, задыхаться. Вот. И все, и он стучал, как борец по слову, потому что если человек задохнулся, то по вот по верям, по знанию, так скажем, мусульман, которые в Афганистане, я не могу сказать по другим, вопрос этот не следовал, но там это четко, хотя я думаю других точно так же, душа не попадет в рай. И все, а раз он не попадет в рай, зачем он живет? И тогда он рассказывал все, и эти вещи, кто-то им рассказал, они этими вещами очень хорошо пользовались, но это близко тоже нашей культуре, да, русской народной. Так скажем, раз ты утонул, то твоя душа не идет, как говорится, в рай, не идет в рот твой. Раз тебя приспали, раз ты задохнулся, то есть вот здесь связано с какими-то вещами, которые показывают выход души из тела, расставания. Мы эти, вот эти состояния, мы пока не можем четко отследить и, так скажем, видеть. Это могут видеть только большие святые, большие святые, не все святые, большие святые, и об этом могут рассказать. Но русская народная культура, она выстраивалась великими святыми, она выстраивалась богами и богом, творцом, поэтому она обладает всей полнотой знаний, и вот эта полнота знаний, она вот в таком виде присутствует. Вот поэтому, если коротко, то я вот так вот могу сказать. Хорошо, хорошо. Да, вот этот пример с Маджахедом, конечно, это удивительно. Хотя мы как-то в одной из передач тут касались, что, а кто может попасть в рай, и многие писания говорят, что в рай попадут, в общем-то, не так много людей. Во-первых, должны быть 12 тысяч из 12 колен рода Израиля, умножаем 12 на 12, получаем со 44 400. Дальше, и они должны быть девственниками, то есть это должны быть мужчины. Так что, если вы не относитесь к израильскому народу, если вы не девственник, если вы женщина в любом возрасте, то рай вам никак не светит. Ну, ладно, идем дальше. Следующий вопрос, это Ингварь. В эфир. Может, просто в разных родах и разное родное, так как-то это, разное родное использовалось? Что, если имеется в виду, я не берусь додумывать? Ну, вот какой вопрос, так я его зачитал. Ну, это к чему относилось, тоже сложно понять, к чему относилось. Поэтому давайте, чтобы, задающий вопрос его расширило и довело, так сказать, до понимания, чтобы мы его осознали. Иначе мы начнем рассуждать не по той стороне. Да, пока вы вопрос пишете, вы знаете, на что вопрос задаете, на какую тему. Но когда время прошло, нам вернуться, о чем вообще мы говорили в тот момент. Да, да. Да, в 22 часа 37 минут этот вопрос был задан. Что там мы говорили, это трудно уже понять. Так, Виталий, вопрос в эфир. Откуда такие данные про число 13? Ой, ну, это вопрос, вообще, это, так скажем, исследования мои личные, так скажем, я собрал большое количество, так скажем, проявлений по этому числу, и на основе научных методов я пришел к мнению, что число 13, это, собственно говоря, порождающее число, это новое, но это новое на проявленном мире, не более того, потому что, скажем, вот роженицы на русском севере, она рубаху после родов надевала с 13-ми ергами. Панева у бабы, допустим, в этой самой Будо-Салтыковской крестьянской родовой культуре, красной паневой, двухслойной, там именно баба молодая, когда она рожала, она носила вот эту паневу, именно там в круге заключено тоже 13 яргов, таких очень интересных, вот у меня книга есть «Священные знаки великорусов», «Священные знаки в обрядах», и знаках в обрядах и обычаях великорусов, книга такая вот есть, да, вот я там эти вещи описываю, показываю, то есть есть большой уровень, большой пласт знаний и проявленный, и не проявленный в обычаях и в обрядах, в одежде, вот, в знаках разноприродных, которые показывают, что число 13 это число порождения в явном проявленном мире, в естественном мире, вот, поэтому так скажем, она и соотносится с новым у нас, ведь все это новое, вот. Ингварь уточняет, это было по поводу вопроса, может, просто в разных родах и разное родное использовалось, это когда сведущий говорил про то, что свастика это не наша, то есть где-то в родах ее могли называть Ергой, где-то какое-то уникальное имя из тех, которые ты произносил, а где-то просто ее свастикой какие-то на севере так могли произносить, на юге так, на западе, вот это не, ну, это совершенно правильно, тут в каждой культуре, в каждой культуре, вот я сейчас езжу, так скажем, собираю вот эти сведения, много же у нас культур, та же вот песня звучала про параню, да, про параню вот песня была в перерыве, вот эта культура, это глухо, я эту культуру хорошо знаю, я ее изучал, я ее исследовал, эту культуру, назвал ее Глухо-Иловская культура, это Алексеевский район, Белгородчины, вот, и там тоже яргов очень много, они по-своему его называют, эти ярги, вот, она мощная, вот эта культура, и песенная культура мощная, и в одежде там мощная, в рубахах ярги там есть, там в паневах есть своеобразные лабиринты заключенные, там смотришь, трясти тебя начинаешь, какое там богатство, почему ученые не пишут про это, вот, меня вот это поражает, так скажем, вот, она лежит сегодня на поверхности, вот, иди ты исследуй, никаких денег не надо, ничего, поехал ты из этого Белгородского музея, приехал, походил, как, вот, недельку по этим старухам, по этим бабам, там до сих пор на свадьбе обязательно молодая надевает двурогую кичку и понюл, обязательно, это просто обязательно, как, так скажем, сегодня, что ты на красный свет подъехал к перекрестку, красный свет, ты остановился, вот, там так, свадьба подошла, свадьба, значит, по нему рогатый кичку баба надень с сорокой, вот, и это все на поверхности лежит, и поэтому в каждой культуре у нас, конечно же, каждый знак, его смыслы, потому что гирга – это знак, на котором разворачивается вся картина бытия человека, видимая и невидимая, и поэтому, если он означивает связь, как говорится, воносветной печали с Богом, он так называется, допустим, на этой одежде, его развернули там где-то под другим углом, его окружили другими знаками, вот, его другим цветом изобразили, и так далее, и так далее, и дали название ему слово свое, поэтому, но есть какие-то общие названия сильные, как, допустим, свастика, а, кстати, свастика не очень сильная само название, хотя значимая, вот, ерга – очень сильное название, ключ – очень сильное название, кривонога – сильнейшие названия, да, вообще кривонога, да, это криво, криво это солнце, да, ига движения, вот, а солнце это все же свет, да, поэтому вот что ярга, что кривонога, они очень близки, ну, конечно же, ярга сильнее смысл заложен, но кривонога тоже очень сильный знак, ключ очень сильнейший знак, это народная культура, это отмыкающая жизнь, это знак, который, вот, само слово, это знак, ключ, да, это отмыкает жизнь по весне, ключ это ключ, который бьет из недра земли и дает нам воду для нашей жизни, вот, вообще очень тоже сильный знак, то есть очень много сильных знаков, но они, они обозначают вот какую-то шторму бытия, не все его полнота, а есть знаки, которые все обозначают, вот, и поэтому мы пользуемся должны своими знаками, которые, так скажем, Бог дал нам, Он нам дал, и мы должны этим пользоваться, а не давать чужакам, так скажем, а чужой зачем, у них, они, так скажем, им Бог дал вот эти вот, свои направления, свои, как говорится, начертания, изображения и свое звуковое, речевое и письменное обозначение этого знака, они им пользуются, да, они схожи, да, они родственные, я уже говорил об этом, но это их не. Ну, им это генетически близко, а нам по роду, вот, для них это свое, а для нас это свое, причем мы никого не ругаем, мы никого не оскорбляем, просто мы говорим, что у каждого народа есть свое, и хорошо, у нас есть свое, никто не имеет права нам запрещать, никто не имеет права. Если у нас есть, как говорится, свой дух, своя судьба народа, и все. Конечно, конечно, поэтому мы живем в своем, и мы свое отстаиваем, мы же никому на горло не наступаем. Мы в этой системе живем, и ничего мы не захватываем, нам не надо. Конечно. Меня абсолютно не интересует, что там отнять какой-то кусок пальмы у каких-то там ребят из Африки, ну, это абсолютно не интересует. Меня интересует, что все жили в мире, дружбе, и к нам особо не лезли, чтобы вот нам не диктовали свои правила. Вот свои правила для себя пускай применяют, а мы свои правила по праве будем применять, так как нам это по родам написано, как там передано. Виталий, так, про 13 спросили, теперь вопрос от Дмитрия Челябинска. Крестный отец в славянстве тоже есть? Ну, вот открытие, так скажем, когда мы не знаем своей культуры, вот это называется открытие. Ну, само крест – это чисто русское понятие, это крест, а как же? И крестный отец – это чисто славянский язык, это не чукский язык, не ненецкий, не армянский, не азербайджанский, какие там еще, не эстонский, вот это русский. Так, не перечисляй все, это понятно. Вот это крестный отец и крестный мать. Дальше, если мы, так скажем, задающие каким-то образом это соотносят с русской православной церкви положениями, то я могу сказать в этом плане, что в этом отношении, что в русской православной церкви изначально при крещении признавался один восприемник. В народном культуре, при крещении, что значит крещение? Крещение – это при общении к роду, к роду. Мы слова эти должны понимать, это кресение, это кресение вообще у нас говорят, кресение. Вот это крещение, кресение, да, при общении к роду, к культуре, да, в науке еще часто принято говорить окультуривать его, вот вводить в мир культуры, да, вот это и обряд уже крещения производится. И здесь тело принадлежит отцу и матери, а духовная власть отдается другим родичам из рода. И они называются крестный отец и мать, потому что в человеке присутствует и мужское, и женское. И они, человек ведется по жизни всегда крестными, по духовной жизни. Это более высшие, как говорится, родители. Они в свадьбе всегда участвуют. Обязательно крестный и крестная мать. Присмотритесь, как говорится, к свадьбе, к русской народной. Это главные действующие лица, которые, так сказать, проводят обряды. Вот, поэтому они должны быть, и они у нас их два. А потом и Русская Православная Церковь тоже стала признавать это. А куда денешься? Народ ведет? Народ ведет, как говорится. Церковь тоже на нее воздействует русский дух. Собор вот этот, Мираколица Русская, она воздействует на нее. Она же тоже находится на русской земле и в русском духе. И там русские люди находятся. Они творят действия. Поэтому, а есть культуры, где вообще там не два, не три, не четыре, там восемь крестных может быть. Понимаете ли? Нет. Это более, так скажем, какие-то вот такие родовые начала, которые показывают, что к хрещению само, к Русской Православной Церкви, как к первоисточнику, но никакого отношения не имеет. Это просто сказать, что Русская Церковь или христианство появилось, и появился тогда вопрос зачатия. Вы почитайте внимательно Библию. Люди жили до Библии. Посмотрите, когда там Авель Каина убил, и он боялся там идти, что его кто-то еще там может убить. Почитайте внимательно Библию, так как тексты, почитайте, и увидите, что кроме Авеля и Каина там жили другие народы. Они по умолчанию, об них говорится текст, вы внимательно читайте. То есть я этим хочу сказать, что когда мы начинаем Библию принимать за самый-самый первоисточник, истинно в последней станции, это совершенно неправильно. Это совершенно не научный подход. Это антинаучный подход. Это топический подход. Давайте смотреть, как говорится, шире на эти вещи. И не противоставлять вообще науку и религию. Это все едино. Ну да, да. Здесь надо понимать, что сначала говорится о мироздании, а потом вдруг появляется Господь, Бог, который для себя делает небольшой такой закуточек, где Он создает этот спрах из земного человека. А до этого Боги, они создают все, создают по образу и подобию и мужчину сразу, и женщину. Говорят им, плодитесь и размножайтесь, плодитесь землей, и вот питайтесь этим и этим животным, вот это, вот это. То есть будьте хозяевами. И потом, когда уже уходит на покой, появляется Господь, Бог, Он создает уже свой такой небольшой удел, где создает спрах из земного человека, вдыхает в него душу, становится человек душой живой. И вот дальше начинаются все приключения. Это когда Каин Авеля, так сказать, современным языком мочканул, он потом куда уходит? Он уходит почему-то туда подальше и почему-то строит целый город. Не просто там, так мало того, он еще каким-то образом жену себе находит. Так что очень много чего интересного. Непонятно откуда. Да, непонятно откуда. Нет, когда мы читаем более подробно и понимаем, тогда понятно все откуда. И вот так начинается соединение родов разных. Ну давайте, это отдельная тема. Это отдельная тема, но просто и так, для затравки. Если хотите, почитайте, там все написано. Да. А если мы, например, грубо говоря, произносим ведь не крестный отец, мы произносим крестный. Крестный, да? Крестный. Крестный мать, крестный отец, да. Да. И это как раз, если там буковка Т теряется, то как раз это кресь, кресь, кресение. Вот оно как раз наше древнее появляется. Ну, никто не исключает, что потом была добавлена еще буковка одна, и оно получило уже двойной смысл. А потом это стало уже приниматься, что именно, только так, только в определенном месте. Поэтому у нас сейчас путаница в голове очень серьезная у всех. И мало того, что были еще помимо крестных, еще были посаженные мать и отец, которые на свадьбе или где-то еще, они могли исполнять роль вот этого родноверческих или староверческих, как хотите называйте, обрядах, могли исполнять роль богов отца и бога матери. Вот это вот тоже интересный такой момент, он иногда встречается. Так что очень все интересно, и эта тема настолько обширная, что здесь на ней можно говорить очень долго и всего не переговорить. Да, но это немножко уход в сторону от нашей тематики. Да, поэтому мы сейчас продолжаем. Зачитываю, еще у нас три вопроса, поэтому я их зачитываю, и уже будем сегодняшний эфир наш заканчивать. Откуда, Ингварь задает вопрос, откуда информация про то, что у нас в родах было название Ярь и Яр? В каких источниках можно их встретить? Так, хороший вопрос, да. Спасибо за вопрос. Откуда название Инь и Янь? Если этот знак, о котором мы говорим, это двойная каплевидная Ерга, так скажем, начальная Ерга, собственно говоря, это вот когда зародыш проходит свое развитие, там вот это вот она в таком виде. И у нас этот знак, он развит очень сильно, не только двуначально, но у нас и трехначальные, и четырехначальные встречаются, и достаточно еще в дохристианские времена, именно на наших русских землях, в славянских землях, в культурах славян древнейших находится этот знак. Вот. И общеизвестно, и китайцы признают, что этот знак они купили у европейцев, этот знак. Стало быть, если слово Инь и Янь мы отталкиваемся с позиции ведики от противоположного, если этот знак куплен, значит, а слова ихние, то смыслы они вкладывают не совсем те, которые были изначально в этом знаке. Вот. Поэтому, так как Яр это мужское, мужская сила в наших языках, а Ярь это женское начало, поэтому лично я, Кутенков Павел Иванович, предложил, предложил для научного сообщества именовать это Яром и Яр, Яром и Ярью. Вот, собственно говоря, я думаю, ответил на этот вопрос. Ну, во всяком случае, у нас есть понятие Ярый, Ярила, Яровые, то есть... У нас много очень, у нас огромное количество... Яркий и так далее. Тут много очень, даже не надо, из каких-то источников есть письменный лезть, достаточно просто обратиться к нашему великому и могучему, и там мы все это подчеркнем и увидим, что, когда начинают говорить, а какие территории занимали, ну, вот возите, Яром, Дан, Яр, Дан, река и так далее. Вы очень много... Паленый стан, вы все поймете. То есть тогда откуда-то и кто там был. Я, Гриша, вопрос в эфир. Как возможно вопить, выть, не проливая слезы? Ведь чувства, они либо есть во всем, либо ни в чем. О, ну, это-то вопрос... Это вопрос... Вот у меня крестная, крестная, царство небесное, она умерла в прошлом году. Вот. Она так вопила, она так вопила, вот, что, как говорится, все окружающие хватались за головы, вот, и слезы вытирали. Она ни одной слезинки не лила при этом. Вот. Этому искусству учат. Это искусство. Поэтому девочка, когда растет, ее учит этому. Почему у нас в школе уроки пения? Потому что люди знали, что надо... Как? Уроки пения должны быть, уроки рисования должны быть. У человека нужно развиваться творческим возможностям его. Но развивать нужно в том русле, в русле народной культуры. Девочку ее учили. Ее учили вопить, ее учили плясать, петь. Она участвовала во всех обрядах, как говорится, которые ей были по возможностям. И ее постепенно подводили. Ее сажали за вертено, как говорится, с пяти лет. Она начинала нить крутить, потом дальше, 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 больше уже. С восьми лет она уже ткали сложнейшие панелы, которые сегодня двуслойные панелы. В Петербурге единичные рукодельницы осваивают. Кандидаты наук могут только освоить. А у нас, как говорится, каждая вторая девочка с восьми-десяти лет уже владела этими возможностями. Поэтому здесь никаких нет возможностей. Просто вы, если вы не в состоянии вопить, и только можете орать, извините за выражение, и проливать слезы, то у вас это не будет сила исходить духовная от вас. Она не будет исходить. Она в слезу уйдет. Да, в слезу она уйдет. Но слеза не помогает этому самому ушедшему из этого мира. Ему помогает ваша духовный настрой, ваше намерение созвучия с этой душой ушедшей в мир, ваше внимание к этой душе. И, естественно, звуки, которые вы тоже задаете. Это, как говорится, понятно, правильно мыслить, правильно говорить, правильно делать. Вот это все в это входит. А плач, в смысле, литье слез, сюда не входит. Хорошо, ну вот тоже. Что это везде так, по всей России, вот я езжу, и это везде так. И говорят, и когда участвуешь в этих вещах, видишь, что вопят. Ну, об этом написаны просто горы литературы. Это общеизвестный вопрос. Это просто нам, вот выросшим зачастую в коммунистической действительности, мы думали, что человек умер, горе. Нет, человек умер, это праздник. Человек умер, это большой наступает праздник. Печальный праздник наступает. Вот и все. Отсюда надо исходить. Да, это очередное дополнение к тому, что очень много подмен в нашем сознании произошло. Одно слово, оно означает совершенно не то, что должно означать на самом деле. Так, дальше. Алексей Тарасов, вопрос в эфир. Прошу прощения, что не по теме. Если получится, озвучьте, пожалуйста. Просто мучает меня. Сегодня днем наблюдал такую картину. Днем растущая луна освещена с правой стороны, а солнце светило слева. Откуда тень на левой части луны? Почему освещена правая сторона? Что ее освещает? Благодарю. Нет, давайте вопрос о астрономии. Это, так скажем... Оставим в стороне. Да, оставим в стороне. Оставим в стороне. Хорошо. Дальше. Еще вот был вопрос, но я сказал, что он уже позже того был, чем... Я написал, что вопросов мы уж не принимаем, но раз мы заменяем вопрос, то я вправе задать. Анубис Чернобогов за этот вопрос в эфир. Было сказано, что когда используется слово свастика, это путь к сатанизму. Сатанизм – понятие чисто христианское. Зачем нашу свастику... Так, ускакивает, ускакивает, ускакивает. Зачем нашу свастику так пытаться опорачивать? Может, что-то... Аз, я не так понял? Ну да, так скажем, не то, что не так понял. А, по-моему, так не было сказано, что свастика. Называя свастику, мы обращаемся к сатанизму. По-моему, я это не говорил, или, значит, сударь, коллега, товарищи, видимо, ослушался, ослышался. Вот. Поэтому, как это мы говорим, свастика? Так совершенно нет. Я четко, внятно сказал. Когда мы произносим латинизмы, латинизмы – патриот, националист, логика, логос – это есть обращение к силам тьмы. А когда мы говорим нация, нацизм – это чисто обращение к сатане идет. Потому что это первые слуги, как говорят, это имя слуги непосредственно самого сатаны. Вот. Поэтому мы к ней обращаемся. А понятие, я говорил Велизевула, да, Велизевула, но ближе, так скажем, в русской искренней это все же сатана. Можно какая-то, если говорить сатана и чернобог, здесь, конечно, понятие несколько, так скажем, перекрещивается, перекрывается. Но, естественно, это не одно и то же. Мы говорим на языке, который доступен более широкому кругу, так скажем. А когда мы, вот сейчас, если будем выяснять все тонкости, то, я думаю, мы с вами придем в этом вопросе к единому мнению. Хорошо. Ну что ж, вопросы мы все озвучили. И, наверное, уже можем в заключении что-то нашим радиослушателям желать доброе, вечное. если у тебя есть какое-то предуведомление на будущее наши эфиры, тоже можешь их озвучить. О чем мы в следующих эфирах можем с тобой поговорить? Ну, уважаемые суды, государственные, я вас благодарю, кто выслушивал нашу беседу. Мы затронули очень важную тему, которая широкому кругу, даже специалистов, просто неизвестно, в силу нашей истории, которую мы с вами пережили, и которая сегодня в жизни у нас происходит. У нас недостаточно литературы по этому вопросу, у нас нету в государстве тех действий, которые бы позволяли народную культуру развивать так, как она должна развиваться в других государствах, как это развивается. К сожалению, к большому сожалению, русский народ стоит на колее родосгонии, который совершился в его отношении особенно ярко в 20-м столетии, мы сейчас находимся в тяжелом положении, тяжелом духовном, но мы идем по пути возрождения, вот это мы должны знать. Поэтому беречь свое родное, беречь и искать в нем твердые опоры, это не то, что наша обязанность или почетный долг, это просто наша жизнь. Мы это должны осознавать. Мы сможем выжить, мы возродимся только тогда, когда мы будем самими собой. К чему призывает любая вера, к чему призывает наука, к чему призывает любое сообщество, будь самим собой. Не надо подражать кому-то как попугай. Все надели, как говорится, штаны порванные на причинном месте, я тоже буду ходить. Или на коленях я их порву, или здесь я их разрежу. Не надо быть ведомым кем-то, идущим за кем-то. Иди своей судьбой, иди своей судьбой, которую проложили эти предки, которые дали тебе родителей, уважай отца и мать, уважай, уважай своих родителей, уважай свою культуру. Тогда ты будешь человеком, человеком с большой буквы, или ты будешь бабой, матерью творящей. Это вообще выше нет, как говорится, людского сословия, чем быть бабой. Но это надо понимать. Это надо понимать. Конечно, для человека лучше быть воином. Воином. Это очень хорошее стремление, но всегда надо стать отцом тоже. Всегда надо быть отцом. В любом случае, можешь избрать путь монашества и молиться за русский народ. Это тоже неплохой путь. Волховской, священческий. У каждого у нас судьба. И она каким-то образом проскальзывает в наших умах, в наших сердцах. Просто нужно обратить внимание, почувствовать ее и по зову сердца идти по своему пути. Тогда, я думаю, мы возродимся все же. Мы в любом случае возродимся, но это возрождение пойдет быстрее, потому что это зависит от каждого человека. Следующие беседы, я думаю, нам нужно продолжить рассмотрение вопросов, которые связаны с Ергей. Там есть вопросы по родовым началам Ерга у казаков, Ерга у старобрядцев, Ерга в княжеских родах, в боярских родах, в крестьянских родовых культурах. Более подробно эти вопросы, я думаю, надо рассмотреть, показать. Тогда у нас просто наш кругозор расширится, и мы уйдем вот этого заборного нарисования Ерги, когда она рисуется только влево или право. Мы сегодня, кстати говоря, еще не коснулись левого и правого направления. Это тоже вопрос очень важный, он может быть коротко, но его тоже нужно коснуться. То есть много еще вопросов, которые интересны во всех отношениях. Вот тоже левый и правый. Левый и правый, что считать, как считать, и что это означает. Вот эти все, ну, много тем связанных с Ергой, они касаются мировоззрения, они касаются обрядности, они касаются всех нас с вами сегодня, так скажем, тоже касаются, потому что если мы придадим забвению свои главные знаки, да, как вера знак, вера это знак, бог это знак, Ерга это знак, крест это знак, святой это знак, это все древнейшие волхов, жрец, святилища, храм, это все древнейшие понятия русского, или так скажем, славяно-русского языка, они им тысячи и тысячи лет, и когда мы отдаем понятие веры, так скажем, каким-то непонятным конфессиям, баптистам, там, яговистам и прочим, да, истам, то мы просто объединяем себя, мы просто свое родное берем, отрезаем от своего тела и даем на откуп собакам, этого не надо делать, собака найдет себе пищу, ее Бог создал, ей даст пищу, а свое тело не надо от себя отрезать, это же вот, читайте, просто берете и обращайтесь к добротной академической науке, вот Олег Николаевич Трубачев, он четко, внятно показал, и другие ученые потом, независимо от него, вот эти вещи раскрыли, что все вот эти святой, Бог, вера, все, вся Библия, которая переведена на русский язык, она пользовалась славянским языком, понимаете ли, то есть, у нас уже все это было, ну, это просто надо, это же очевидные вещи, понимаете, если бы у нас не было, значит, тогда бы в славянском языках, в славянском языке, в славянских языках, если бы не было этих понятий, тогда бы эти, так скажем, слова были заимствованы, вот заимствовали, допустим, в молитвах везде слово аминь, ну, не русское слово она, вот, нам ее начинают по-разному толковать, а все остальное, вот у нас там в Библии написано русский, значит, у нас своя вера была, своя была, так сказать, глубокая, и Библия, и там, Евангелие, она не исчерпывается, то есть, наш язык более шире, более глубже, раз он даже достаточно глубокий такие истины, потому что в Библии тоже много интересных вещей, и в Евангелии много интересных вещей, нужно просто читать внимательно, да, так скажем, вот, а в православии, в русском православии вообще очень много глубоких вещей, потому что на, если убрать отдельные, так скажем, догматические положения, и не то, что убрать, я это неправильно сказал, если посмотреть, как живет там русская православная церковь, как она живет на местах, то вы просто делу даешься, я тут недавно вот сказал, когда, что на русском севере это воспоминание или работа самих священников в конце 19 века, они пишут, что наступает весна, я разыгралась, поп, иди и совокупляйся с попой со своей попомной на пашне, если ты не будешь совокупляться, ну ты не будешь попом тогда, тут мне кто-то написал, так его это самое сразу сана лишат, да никто, а, сейчас вспомнил, вот, никто, никто никого не лишал, и все это делали, это относится, так скажем, к догматам, это соотносится, с догматами, это соотносится с Богом, да нет, это не соотносится, это чисто родноверческий праздник, понимаете ли, это чисто соотносится с Джорджем Фрейзером, с его золотой ветвью, когда он эти вещи описывает, это соотносится с культурой сегодняшних народов, которые живут в Африке, там, еще где-то места, где, если король, как говорится, прекращает, не может спать с каждой девицы его рода, вступающей в семью, переспать первую ночь, вот, так скажем, вот это вот вопрос о родоконе, все, его, раньше его убивали, а сейчас его просто отринут, как говорится, от королевского поста, и изберут другого короля, поставят, достойного, который сможет вот эту жизнь продолжать, понимаете, эти вот вещи, когда привлекается научное, так скажем, методоведение к освещению этих вопросов, все становится на свои места, никаких, в общем-то, многих сложностей просто нет, но нельзя зашариваться не догматами церквей, нельзя, нельзя зашариваться, зашариваться и только одними научными методиками, только все в совокупности дает нам постижение истины. Спасибо за внимание. Благодарю тебя за познавательный эфир, по возможности мы продолжим передачи наши, продолжим беседы, летний период подразумевает и поездка куда-то из привычных мест, это может быть и дача, это может быть отдых, это может быть какие-то экспедиции, но как получится, так и будем продолжать. Так что следите за анонсами, как говорится, за предуведомлениями по-нашему. А всем нашим радиослушателям я хочу напомнить, что если уж мы по роду русы, русичи, славяне, то в этом случае давайте пользоваться тем, что нам по роду было дано. Язык – наша основа. Если мы коверкаем свой язык, то коверкаем ту основу, которую сейчас генетики называют генами, то есть наши рода от этого страдают и уничтожаются. Вспоминайте чаще исконное значение наших родных слов, потому что сейчас очень часто говорим одно, подразумеваем другое, а на самом деле там что-то третье. Вот от этой билибертистики глупости надо уходить, надо заниматься тем, что изучать свое родное. Почаще как-то вот соображайте, думайте о том, что все-таки любовь и похоть – это разные понятия, и напоминайте девушкам об этом, особенно когда вы видите их в одеждах проституток или шлюх. Девушки – это наша основа, наше будущее. Будьте человеками, а не скотами. Вот это их пожелание я обращаю сейчас ко всем, потому что за каждую девушку, за каждого молодого человека идет война. Война открытая, уже никем не прикрываемая. По телевизору рассказывают одно, из журналов говорят другое, но все это далеко от правды. Все это ведет к разрушению. И многие неокрепшие умы, неокрепшие души, они берут за основу этот образ поведения, одежды, что приводит нас опять к уничтожению. Нас не так много осталось. Сейчас пришло время задуматься об этом, сделать выводы и двигаться вперед, так как нам это родами завещано. 13 мая 2016 года, пятница на одном и современных календарей. 32-й день посева и наречения 7524-го лета, седмица на одном из старинных. Яргая свастика, ярговедня, часть вторая была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Кутенков Павел Иванович, главный соведущий. И я, как помощник, нажимающий кнопочки, вовремя запускающий музыкальные паузы, Алексей Орлов. Всем, чем мог, помогал. Благодарю наших радиослушателей, что очень активно писали, очень активно общались с этим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!